Всем привет, друзья! Это Владимир Милов и вы у меня на канале, за что вам огромное спасибо. Сегодня среда, 18 октября 2023, будь он не ладен года, очередной, мягко говоря, непростой год. Мы сейчас с вами обо всем этом поговорим и мы на моем ютуб канале примерно раз в месяц проводим такие стримы, где я так вкратце комментирую важнейшие текущие сюжеты, но в основном отвечаю на вопросы спонсоров нашего канала, которых очень много сегодня. Я так понимаю, что мы закрыли прием, но там просто их там под 100 штук или что-то типа такого. Вот я, значит, буду сидеть с вами сегодня, пока язык не отсохнет, но вопросы очень интересные, они обо всем самым актуальным, поэтому вероятность того, что я отвечу на что-то, о чем вы хотели спросить, но не успели или не смогли, да, вот она очень высокая. То есть там прям я пробежал такой прям огромный спектр. Ну и еще раз вот традиционные все эти ютубовские заклинания. Пожалуйста, поставьте этому стриму лайк, расшарьте его, где можно. Очень важно, чтобы люди в России слышали правдивую, альтернативную точку зрения, вот другую, чем то, что вещают из телевизора пропаганда. И подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, нам прям надо добить уже полумиллиона подписчиков, уже неделями никак не можем. Ползем как черепаха к этой отметке, но я думаю, что постоянные зрители нашего канала согласятся с тем, что у нас здесь много всего интересного по самому широкому спектру тем, и поэтому если вы подпишетесь, то вы не пожалеете. Ну и огромное спасибо всем спонсорам нашего канала, чтобы я не начал вдруг здесь читать, как вам нужно записаться срочно на какие-то платные курсы. Вот нам нужна ваша финансовая поддержка, потому что вот выпуск всех этих эфиров и видео это далеко такая не бесплатная история. Мы растем, вот у нас уже немаленькие масштабы деятельности и продолжаем мы работать только из-за того, что вы нас финансово поддерживаете. Огромное вам за это спасибо, но призываю вас сделать это и дальше, и вот периодически сбоку от меня будут такие всякие QR-кодики появляться, и как нас поддержать финансово можно найти в описании к этому видео. Вот, и я заранее извиняюсь, вроде пока все нормально, но вот меня там кто-то спрашивал в вопросах, я видел, типа, почему вы никогда не болеете? Это неправда, потому что я обычный человек, как и все, и конечно, вот в это особенно всякое межсезонье там что-то захватывает, поэтому у меня есть какие-то там что-то горло, кашель, и вот, и возможно я тут начну хрюкать в прямом эфире, так что не удивляйтесь, вот у меня вроде есть горячий чай, обещают если что принести еще, но пока вроде, вот стучим по деревяшке, пока все вроде работает, Люцик мой соведущий, я думаю, что скоро к нам тоже присоединится, у нас сегодня впереди длинный вечер, есть о чем поговорить, вот, ну и традиционно скажу про всякие разные другие вещи, которые выходят, вот мы завершили, во-первых, на нашем ютуб канале цикл про 2000-е годы, то есть всего там вышло 12 выпусков, и большое вам спасибо за то, что смотрите и за отзывы, но мне кажется, что имеет смысл тем, кто не видел отдельно посмотреть последние серии про сопротивление Путину, и вот некоторое такое подведение итогов, как мы все это допустили, я думаю, что нам нужен очень серьезный разговор, о вот этом всем трагическом опыте 2000-х годов, чтобы такое больше не повторилось, будет много, но на днях у нас выйдет видео, реплика такая, не могу молчать, а я снял прям такое получасовое видео про Эльвиру Набиулину и руководство Российского Центробанка, потому что меня просто достало, как все вокруг, включая в том числе очень уважаемых мной людей, постоянно много разглагольствует о том, какая Набиулина суперпрофессионал, и как она замечательно спасает там российскую экономику и так далее, вот я ответственно заявляю, что это все фигня, что руководство Российского Центробанка завалило все, что можно, они последние люди, вот в хит-параде профессионалов, которые могут там на что-то претендовать, займут последнее место на этом конкурсе, вот я это все в деталях объясняю, смотрите скоро это новое видео, ну и была у нас вот, я не помню, вчера, позавчера, была очередная экономическая сводка с Майклом Наки, мы так почти выдерживаем с ним теперь уже еженедельный режим, тоже спасибо всем, что хорошо смотрите, вот там все эти разговоры про курс рубля, там цены на нефть и так далее, я здесь буду все это дело сводить к минимуму и адресовать вас к этим довольно подробным и даже где-то длинным сводкам, но таким очень плотным и содержательным, у меня должно выйти, вот я не знаю, сегодня вечером или завтра утром интервью на телеканале Дождь с Юлией Таратутой, где мы будем говорить вот про многие текущие события и про Алексея Навального и про так называемые президентские выборы 2024 года, ну и про много что еще, вот, и что-то если я забыл, подсказывайте, много будет всего интересного в ближайшее время, ну и давайте вот прежде, чем мы перейдем к вашим вопросам, я хотел поговорить про сюжеты последнего времени, которые мне показались наиболее важными и давайте вот уже так мы все устали от плохих новостей, которые просто на нас сыпятся вот из каждого утюга, давайте начнем с хороших новостей из выборов в Польше, которые прошли вот в это воскресенье и можно говорить, что период правления антиевропейских правых популистов из партии Кочиньского, право и справедливость, он закончен, они проиграли выборы, там в Польше была рекордная явка и победил на этих выборах, победила широкая коалиция во главе с бывшим премьером Польши и бывшим президентом Европейского совета Дональдом Туском, который в принципе, вы знаете, вот меня часто спрашивают, кого из политиков там вы считаете каким-то образцом и идеалом для себя и я думаю, что вот фамилию Туска можно назвать ну одного из топ-3 вообще современных политиков в мире, это потрясающий совершенно человек, который в свое время провел Польшу через трудные времена, через финансовый кризис 2007, 2008 и последующих годов еврозоне тогда было очень больно, а в Польше даже не было экономического спада и Дональд Туск потом был реально очень успешным руководителем Европейского совета и в очень трудные кризисные времена, в том числе после путинской агрессии против Украины 2014 года Дональд Туск вот сумел обеспечить единство Европейского союза в плане жесткой позиции в отношении Путина, санкций и так далее и в целом я подробно там о нем отдельно расскажу, но это очень широкая вот коалиция его союзников, он сам возглавляет такую правоцентрическую гражданскую коалицию и партию гражданская платформа, а туда вот к числу его союзников относятся и левоцентристы и в том числе партия либералов такого тоже центристского толка, то есть очень широкая демократическая коалиция против популистов из партии Качинского и несмотря на то, что правящая партия Качинского контролировала все телевидение, создавала в прессе полную атмосферу ненависти к оппозиции, шельмовала их врагами, примерно точно так же, как вот это делает путинское телевидение в отношении своих политических противников, тем не менее очень тяжелую кампанию провели Дональд Туск и его товарищи и вернули Польше статус уважаемой страны, вот одной из крупнейших стран и лидеров Евросоюза, потому что, конечно, правые популисты, они сдвигали Польшу на такую периферию, реально, ну вот я видел много всяких таких разных собраний и ивентов в Европе, когда представители правящей партии Качинского там выходили на европейской сцене и начинали что-то говорить, ну, все такие отворачивались с небольшим фейспалмом, прошу прощения, вот буду покашливать, сегодня у меня есть, к сожалению, вот вся эта история с кашлем и горлом, поэтому, заранее извиняюсь, в течение сегодняшнего эфира это вот будет давать себя знать, но, тем не менее, Польша, конечно же, заслуживает большего, это одна из крупнейших стран Евросоюза, одна из 25 крупнейших экономик мира, которая прошла совершенно потрясающую посткоммунистическую трансформацию, которая во многом должна как раз служить образцом для вот той самой прекрасной России будущего, о которой мы все мечтаем, то, что не получилось у нас в 90-е и 2000-е, получилось у Польши, и, конечно, эта замечательная страна, она заслужит шина особого места и на европейской, и на мировой политической сцене, вот видите, пошла история с голосом, о которой я предупреждал, но говорить-то я смогу, просто буду периодически сбиваться, так что заранее прошу меня за это дело простить. Так вот, были вот эти 8 лет, когда Польша, к сожалению, сползла вот на эту кривую дорожку такого ортодоксального, консервативного, националистического популизма, это дошло до того, что они в последнее время, я думаю, вы видели, начали ругаться активно с Украиной, несмотря на все трудности, вот с которыми Украина сталкивается, там от запрета ввоза украинской сельхозпродукции до там слов о том, что больше не будем им помогать и поставлять оружие и так далее, да, я думаю, что все вот эти риски для Украины сейчас ушли, приходит такая очень сознательная, ответственная, грамотная коалиция, которая, конечно, будет продолжать оставаться столпом поддержки Украины в Европе, это сегодня очень важно, когда вот вы видите и сами задаете много вопросов про усталость от войны Путина против Украины, я абсолютно уверен, что правительство в главе с Донидом Туском, оно будет гарантом того, что Польша не только продолжит Украину активно поддерживать, но и будет двигать в эту сторону всю остальную Европу и в том числе будет серьезным противовесом каким-то там вот поползновением на американском фланге, и вы знаете, там много всяких сложностей с этим делом и в последнее время и в перспективе в связи с американскими выборами 24-го года, ну и я абсолютно уверен, что в Польше развернутся в обратную сторону все эти антидемократические тенденции последнего времени, когда правящая партия покушалась там на свободную прессу, на независимый суд и на другие демократические институты и вот разогревала в обществе атмосферу поляризации, ненависти к оппонентам какого-то пещерного социального консерватизма и так далее, поэтому это очень хорошие новости, сегодня не так много подобных новостей приходит, к сожалению, вот вы знаете, я в этом году давал прогнозы о том, что нечто похожее может случиться, например, в Турции, и многолетние вот правящие там популисты-консерваторы во главе с Реджепом Эрдоганом проиграют. По Турции я оказался неправ, и многие вот из зрителей меня за это любят пинать, хотя там на самом деле был лучший результат оппозиции за все 20 с лишним лет правления Эрдогана, и буквально чуть-чуть им не хватило, был впервые второй тур беспрецедентный и прочее. Но тем не менее вот там я ошибся в своем прогнозе, а вот здесь вы знаете, постоянные зрители моего канала давно знают о том, что я говорил о том, что Качинский с большой вероятностью проиграет вот эти выборы 23-го года, и Польша вернется на путь демократии. Это, конечно, очень хорошая новость сама по себе. Не очень хорошая новость состоит в том, что, и здесь вот еще скажу об одном моем прогнозе, который тоже не сбылся, 30-го сентября состоялись выборы в другой стране Евросоюза, Словакии, где вот по итогам первое место заняла партия большого друга Путина, и теперь уже левого популиста, но тоже антизападно-антиукраински настроенного, бывшего премьера Роберта Фитца. В Кремле, я думаю, очень сильно празднует эту историю, потому что Фитца в ходе кампании открыто призывал к тому, что нужно прекратить помощь Украине, фактически вот претендует на то, чтобы стать таким вторым Виктором Орбаном внутри Евросоюза. Кстати, Орбан, Виктор Орбан, премьер Венгрии и давний друг Путина, ну вот он сейчас съездил на слет всех диктаторов мира, который проходил в Пекине, там и Путин тоже был, вот они там с ним встретились, то есть представляете, в то время, как Евросоюз обсуждает, как еще можно поддержать Украину, и какие еще можно ввести санкции для того, чтобы приблизить конец путинского режима, вот Витя Орбан ездит в Пекин и обнимается там с Путиным, и говорит о том, что мы типа против вас вообще ничего не имеем, это какие-то все злыдни из Брюсселя, что-то там мутят. Так вот, Роберт Фитца в Словакии имеет все шансы на то, чтобы стать как минимум таким Орбаном Лайт и большой занозой в западном единстве по поддержке Украины и по противостоянию Путину. Ну вот я хочу сказать, что хотя партия Фитца заняла там первое место с 23 процентами, я думал и говорил здесь о том, что скорее всего им будет очень трудно сформировать коалицию правящую, потому что репутация у Фитца ужасная. Но сделать они это смогли, вроде как дело идет к тому, что Фитца станет премьер-министром Словакии. Это, конечно, очень плохая новость, потому что в принципе вот по итогам даже выборов в парламент Словакии большинство мест получили сторонники европейской, евроатлантической политики, антипутинской политики, поддержки Украины. Но вот благодаря там махинациям и манипуляциям Фитца удалось таки сформировать кабинет и, к сожалению, есть большой шанс, что вот уже на предстоящем саммите Европейского Союза 26-27 октября, вот он впервые может приехать туда как премьер-министр и фактически стать таким партнером Виктора Орбана по противодействию дальнейшим санкциям и политике поддержки Украины. Вот посмотрим, я об этом вам всем подробнее расскажу, но, конечно, новости позитивные от победы коалиции в главе с Дональдом Туском в Польше, они все-таки перевешивают. Польша – это страна тяжеловес Евросоюза и долго, к сожалению, она шла вот по этому антидемократическому и кривому неверному пути. Наконец-то это закончилось. Переголосовали правопопулистов из партии Кочинской. Вот как мне правильно пишут многие мои друзья, я согласен с этим, что, возможно, это начало конца для эпохи правопопулистов во многих странах, где вот такие авторитарные и полуавторитарные лидеры сегодня у власти находятся. Прошу прощения еще раз за проблемы с голосом, они продолжаются, но, тем не менее, я думаю, что мы сегодня все это дело вытянем. В принципе, так вот сейчас разбегаюсь и надеюсь, что все это наладится. Еще несколько слов я хотел сказать про визит Путина в Китай. Там какие-то опять невероятные фанфары вокруг этого российская пропаганда разводят. Прежде всего, главный вопрос, они там хвастаются какой-то огромной цифрой товарооборота. Товарооборот это ничего не значит, потому что товарооборот это вал по плану. Я вот делал здесь для вас недавно отдельное видео, где подробно объяснял, что Китай покупает у нас наши сырьевые ресурсы с огромной скидкой. Мы продаем с убытком или с очень низкой рентабельностью там газ, лес, уголь, рыбу и прочее. При этом промышленные и потребительские товары мы получаем от Китая втри дорого. Вот посмотрите еще раз это наше недавнее видео, как Китай обманывает Россию. Ну и собственно это все продолжается. Вот буквально несколько недель назад мэр Москвы Сергей Собянин, выступая там на одном из экономических форумов, прямо сказал, что Китай и другие страны Востока ведут против России экономическую войну. Потому что инвестиции нам не дают, технологии нам не дают, готовы только продавать свои готовые продукты втридорого и специально хотят уничтожить нас как конкурентов на международном рынке. Мы тоже вот вам обо всем этом рассказывали. Ну и визит Путина традиционно абсолютно пустой. То есть для него задача просто как справкой помахать вот этой вот селфочкой вместе с Си Цзиньпином, что видите, меня еще принимают в мире в каких-то там высоких кабинетах. Нет, нет, ни в коем случае не подумайте, что я изгой. Но, тем не менее. Вот здесь как бы к вопросам о том, что мои прогнозы иногда все-таки сбываются. Никакой военной помощи Китай Путину не соглашается оказывать. Ноль прогресса по газопроводу Силы Сибири 2, как мы и говорили с вами. Хотя еще весной там Путин хвастался, что там уже согласовали все основные условия. Но вот второй подряд пустой саммит за год. И видно, что Китай брать на себя ответственность за то, чтобы спасать вот эту всю дохлую лошадь путинского режима, он не особенно собирается. Так что со стороны российской пропаганды от этого визита было очень много ожиданий. И все это преподается как доказательство какого-то якобы величия России на международной арене. Но мы видим, что реально содержания за этими всеми посиделками нет никакого. И Китай как ничего давать Путину не хотел, так и в общем не собирается. Вот. И ну давай теперь к более сложным новостям переходить. Внутренним российским. Вы знаете, конечно, что происходит с Алексеем Навальным. Что сейчас арестовали всех адвокатов, которые участвовали вот в самых разных процессах, которые и против Алексея идут, и Алексей в том числе подает в суд на колонию за нарушение законных условий содержания его там в заключении. Вот. И это стало для него сюрпризом, что у адвокатов Навального прошли обыски, они задержаны, их вот обвиняют там в причастности к экстремистскому сообществу, но мы знаем с вами и по примерам других диктатур, и тоже и России в последнее время, у нас такое уже было. Например, Иван Павлов, известный адвокат, был вынужден уехать из страны тоже под угрозой преследования. Так вот, мы знаем, что охота на адвокатов, которые защищают статусных политических оппонентов-диктаторов, ну это такой известный прием, вот Лукашенко тоже традиционно много лет этим активно занимается. Так вот, здесь первая история стоит в том, что теперь непонятно в принципе, кто-то из адвокатского сообщества согласится защищать Навального или нет, потому что это вот прямая дорога в тюрьму. Я вижу, что сегодня в итоге одного из адвокатов для участия в процессах нашли, но мы тоже понимаем, как будет жестоко действовать здесь путинский режим. То есть это сигнал всем представителям адвокатского сообщества, типа не лезьте в это дело, не защищайте Навального, а то вы просто сядете. И вас будут судить и приговорят к тюремному сроку за участие в экстремистском сообществе. Вторая история здесь стоит в том, что мы знаем, и об этом много говорили в последнее время, что Алексей Навального Путин явно хочет изолировать. То есть вот для этого вынесен приговор по особо строгой статье, для этого его планируют отправить в колонию особого режима. Ну и в качестве здесь вот вишенки на торте вот решили еще и всех адвокатов от него отпугнуть и посадить тех, кто принципиально и активно не боялся Алексея защищать. Лишить его последней вот этой ниточки коммуникации со внешним миром. Я хочу здесь сказать, что вот меня спрашивают типа, а что вы делаете для того, чтобы там предотвратить изоляцию Алексея? Ну вы знаете, вот как будто мы прям сейчас можем все вот с вилами побежать, там взять штурмом колонию, там взять штурмом Кремль и вот все это дело таким образом прекратить. Мы стараемся делать все, что можем, но я призвал бы всех морально приготовиться к сложным событиям и к тому, что вот эта изоляция Алексея Навального, о которой мы все время говорим, она, к сожалению, приобретет такие реальные черты, что мы все меньше будем слышать от него весточек и ему будет сложнее получать информацию. Ну вот власти все для этого делают. Совершенно очевидно, что Навальный для них представляет большую проблему и угрозу, как главный рупор антипутинского антивоенного движения в России, поэтому они будут это делать. Нам придется, к сожалению, вот привыкнуть к мысли, что мы еще довольно много тяжелых и трагических новостей услышим, вот одно из этого это будет то, что степень изоляции Алексея Навального, к сожалению, будет нарастать. Мы стараемся, что можем с этим делать, вот я сегодня давал интервью Юлии Таратутина Дожде, она меня подробно расспрашивала, я сказал, что вот, друзья, в том числе уважаемые журналисты, я думаю, что мы из последних событий могли сделать вывод, что вот так вот публично обсуждать технологии, а как мы коммуницируем с Навальным, а как мы передаем ему сообщения и получаем от него что-то. Давайте мы вот пригасим интенсивность этих публичных обсуждений и вот там, я понимаю желание там увидеть какой-то свет в конце тоннеля, вы спрашиваете, а что вот вы делаете для того, чтобы с Навальным поддерживать все равно связь, несмотря на все эти обстоятельства. Делаем, но давайте мы прекратим это обсуждать и прекратим задавать эти вопросы, потому что это очень деликатная тема. Вы видите, что власти хотят обрубить все каналы коммуникации с Навальным, поэтому давайте мы работу в этом плане немножко уведем вот как бы из публичного поля. Будем делать вот то, что для этого нужно и стараться как-то все эти барьеры и запреты обойти, но еще раз предупреждаю, что конечно будет достаточно сложно. Вот, ну и честно сказать, я вот вижу много вопросов там про последние там посты и выступления Алексея Навального по президентским выборам 24-го года, про его вот эту предложенную им анкету, которая была опубликована вчера. Честно хочу сказать, и я до Навального буду максимально стараться это донести, вот, своей оценке ситуации, что я считаю, что его внимание в последнее время сфокусировано не на то, что вот эта тема так называемых президентских выборов, ну она мертвая изначально. И оживить ее невозможно в этой ситуации, потому что, смотрите, Путин не принял такого закона, что все у нас выборы отменяются и будет просто вот произвольная процедура переназначения, как я решу. Но по факту это так. По факту это так. То есть, понимаете, вот я вижу, что многие люди не жили в Советском Союзе и не понимают, как все это устроено и говорят, вот, выборы, все равно надо участвовать, значит, вот участвовать в чем? Вот ответьте мне, пожалуйста, на три вопроса. Я всегда был большим сторонником участия в выборах. Ответьте мне на три вопроса. Мы всегда боролись с властями на выборах, имея наблюдателей. Мы вербовали там тысячи, десятки тысяч, тысяч наблюдателей по всей стране для того, чтобы они защитили подсчет голосов, чтобы там просто не напихали бюллетени и не нарисовали любой результат. Сейчас наблюдатели фактически не допущены до выбора. Вот вопрос первый. Что вы с этим будете делать? Прежде чем мы начинаем вот заниматься вот этой благостной риторикой, что это шанс, нельзя упускать шанс, нужно участвовать. Первый вопрос. Пожалуйста, не надо риторики. Ответьте мне конкретно, вот что делать с отсутствием наблюдения и с тем, что любые результаты могут нарисовать? Это вопрос номер один. Вопрос номер два. Что делать с электронным голосованием? Которое, как мы видим, все просто перерисовывается и... Ну вот образец этого был там на выборах Госдумы два года назад, когда в Москве там выиграли практически все округа кандидаты умного голосования, когда подсчитали голоса в офлайне на участках, да? Потом, значит, ночью дропнули результаты электронного голосования и все оказалось ровно наоборот, да? Ну, то есть вообще никто и никак не контролирует, что они на этом деге на электронном голосовании рисуют. Вот второй вопрос. Что с этим делать? Не надо мне риторики об участии, о шансе. Вот ответьте, пожалуйста, конкретно. Что с этим делать? И третий вопрос. Фактически сегодня в России невозможно оффлайн агитация против. То есть любая активная агитация против Путина за какого-то конкретного кандидата, который выступает антипутинской антивоенной риторикой, это приравнивается к экстремизму и все, кто этой агитацией вот в поле занимается, они могут быть просто посажены. Ну, просто есть вот конкретные приговоры судов или уголовные административные дела, да, против людей, которые вот занимаются как раз этим. Антипутинской антивоенной агитацией. Вот вопрос. Что с этим делать? Где взять деньги на компанию, если донаты, например, на какие-то оппозиционные цели, это уже приравнивается к экстремизму, вы за это можете сесть. Вот дайте мне, пожалуйста, ответы на эти три вопроса. Что делать с ДЭГом? Что делать с тем, что ликвидировали институт наблюдателей? Что делать с невозможностью и незаконностью любой предвыборной агитации в России? Ну, я ничего не слышу в ответ. Я ничего не слышу в ответ. Я слышу вот какие-то благоглупости, какую-то самую общую риторику, что надо вот, если что-то проводится, надо обязательно участвовать. Не во всем, что проводится, надо участвовать. Если вы идете вечером по улице, значит, и видите, что какие-то люди в подворотне распивают спиртные напитки неизвестного происхождения, не надо в этом участвовать. Вот не во всем, что вы видите, надо участвовать. Это вот правило как бы номер один. У нас ситуация с выборами за последние месяцы кардинально поменялась. Кардинально поменялась. Даже по сравнению с выборами Госдумы, которые проходили два года назад, просто изменения фантастические. Фактически мы сейчас, вот почему многие люди, которые недавно только заинтересовались политикой, они это дело не понимают. Потому что мы сейчас вернулись во времена СССР, позднего, до Горбачевского. Вот я очень хорошо помню вот эти последние полностью контролируемые выборы, которые прошли в марте 1984 года при генеральном секретаре ЦК КПСС Константине Устиновича Черненко. Вот я помню там мои родители, там все знакомые на эти выборы ходили, там было вот голосовать против нельзя. Там было 99,9% и даже больше. 99,95% там было за КПСС. Вот и против почти никого не было. Все требовали на предприятиях, все требовали отчитываться, да. Результаты были, то есть просто какого-то независимого наблюдения, там вообще никакой конкуренции не было, да. Вот. И фактически мы сейчас вернулись вот в это время, когда ситуация в России такая и уровень репрессий такой, что ну мы не можем ничего с этим сделать. И любая попытка как-то вот на это все дело повлиять, ну это будет просто выбросом энергии в никуда. Я, к сожалению, вижу очень много вот такого, что люди хотят побыстрее закончить весь этот кошмар, закончить войну, покончить с путинизмом и кидаются вот в какую-то алхимию. И там, а давайте мы устроим раскол элит. Ну вот уже вот сколько мы это обсуждаем, раскол элит, нет никакого раскола элит, Фридман вообще вернулся в Москву, понимаете. Как он там обещал, значит, всем в обмен на эти подметные письма в его поддержку. Я там миллиарды отдам Украине, я вот, типа выступлю против Путина, в итоге, значит, письма собрал и уехал в Москву с ними. Понимаете? Вот такой вот раскол элит. Сколько я вам здесь говорил, что вот так и будет. Не будет никакого раскола элит, не надо на это надеяться. Вот другая алхимическая идея, это давайте, значит, мы там все пойдем на эти вот выборы в марте и там у нас есть какой-то шанс. Из чего он будет этот шанс? Еще раз, наблюдателей нет, ДЭК все фальсифицирует, оффлайн компания против нелегально, считается экстремизмом, пожалуйте в тюрьму, да. Вот что с этим делать? Можете мне ответить на этот вопрос? Поэтому я вот, меня там спрашивают, я заполнил анкету, которую Алексей Навальный опубликовал вчера по выборам? Нет, я ее не буду заполнять. Потому что там, как бы, понимаете, вот, если кто помнит Карлсон, который живет на крыше, там, ты перестала пить коньяк по утрам, отвечай да или нет, да. Ну там в каждом вопросе куча нюансов, куча нюансов. Там невозможно ответить да или нет. Ну, я в целом считаю, что вот тут ряд манипуляторов, которых вы хорошо знаете, просто вот втянули Алексея вот в эту бесплодную дискуссию о якобы выборах. Будет потрачено огромное количество сил, энергии, будет много срача. Путин в итоге нарисует, какие нужны результаты. Если там, не дай бог, для Путина появится какой-то кандидат, называют какой-нибудь Муратова, там, я не знаю, который будет что-то говорить, что Путину не понравится. В том числе про пресловутую, так называемую СВО. Его посадят просто за три дня на выбор. Вот и все. Ну, вы что, не знаете, как у нас это все происходит? Поэтому, на мой взгляд, ситуация здесь довольно очевидная, что тратить энергию вот на это не стоит. И Алексея Навального втянули в эту дискуссию, на мой взгляд, зря. Я буду советовать ему из этой дискуссии выходить. Насколько могу вот донести свое мнение. Вот. А что надо делать и что сегодня важно? А важно то, что руководитель в ЦИОМа, Центра изучения общественного мнения, самого лояльного Кремлю, дал тут интервью РБК, который, на мой взгляд, его обсуждают, оно где-то там внизу экранов радаров и не заслужило даже там полпроцента реального внимания, сколько это интервью заслужено. Где Федоров, глава Кремлевской придворной социологической службы, говорит, что большинство россиян не хотят войны, что если бы была их воля, они бы ее не начинали, что всего 10-15% людей в обществе находится на вот этих агрессивных ультраимперских и людоедских позициях. 10-15%. Это такое в любой, в принципе, стране есть, даже вот как мы знаем в развитых демократических странах. Вот об этом надо говорить, что в обществе происходит какой-то колоссальный сдвиг сознания, который пока еще политически не проявил себя, но мы знаем по всей истории нашей страны и диктаторских режимов, что обязательно проявят, если такой процесс пошел. Если людям что-то не нравится, они могут сколько-то это терпеть, да? Но в итоге наступит такой момент, когда вот эта вся соломинка переломится. И это значит, что самое главное сейчас – это разговаривать с людьми, увеличивать масштаб нашего вещания, увеличивать в том числе интенсивность ваших разговоров, как вот было в советское время, да? Другой возможности, кроме как на кухне и в курилке общаться не было, но общались вот так. И да, сначала там, когда Советский Союз вторгся в Афганистан, то многие говорили, да, вот это нужно, потому что если бы мы туда не пошли, то пришли бы американцы и разместили против нас ракеты, бла-бла-бла. Но мы знаем всю эту историю, да? Через несколько лет афганской войны отношение к этому кардинально поменялось. И это повлияло в том числе и на перемены в Советском Союзе. Никакой другой дорожки нет. Для того, чтобы поменять ситуацию в России, нужно сделать так, чтобы поменялось общественное мнение. И процесс в этом смысле идет, он очень хороший. Я показывал вам вот в стриме, который был у нас на прошлом месяце, все эти цифры по социологии. Тренд довольно очевидный, и надо его использовать, надо его оседлать. Вот что надо сейчас сделать. С населением работать, приближать тот момент, когда перемены станут возможными. И Путин в том числе реагирует на общественное мнение. Почему он до сих пор не объявил вторую волну мобилизации? Хотя она ему очень нужна. Все эти зет-гниды в телеграм-каналах ноют, что на фронте нет резервов, войска истощены, там живут без ротации на линии фронта и так далее. Но он не проводит вторую волну мобилизации, потому что он боится негативной реакции общественного мнения. То же самое, почему до сих пор вот сколько разговоров было, а Ютуб он не закрыл. Хотя они какие-то вещи делают для этого, но вот уже там больше полутора лет идет полномасштабная война, а Ютуб работает. Россия его смотрит. Границы не закрыл, хотя сколько было об этом разговоров. Потому что есть у Кащея эта игла. Путин боится общественного мнения. И поэтому здесь вот самое важное сегодня это с этим общественным мнением работать и не тратить свою энергию на вот эти псевдовыборы. Мы должны наоборот. Люди, россияне не любят, когда на выборах за них уже выбор сделал. Они любят, когда есть конкуренция. Вспомните, что было там с выборами мэра Москвы 10 лет назад или с Фургалом в Хабаровске. Когда начальство все за них решает, люди не любят это дело. И вот мы должны им это показывать. Вот смотрите, Путина назначили на хрен знает сколько лет без вашего ведома. К концу срока вот они сейчас издеваются, российская пропаганда издевается над Байденом, что ему там 80, да? Да к Путину будет 84 к концу срока, когда вот он себе там отмерил его досидеть, да? Что все это его переназначение незаконное. Всю конкуренцию он уничтожил, людей выбора лишил. Ну и много чего в стране провалил и завалил, о чем мы будем еще здесь подробно рассказывать. Вот это сейчас важное, говорить с людьми важное, отвлекаться на второстепенные темы типа расколы элит или выборов в 24-го года. На мой взгляд, это делать не стоит. Там будут еще вопросы у вас про это, я отдельно отвечу. Вот. И вижу, что много вопросов про, конечно же, историю с нападением Хамаса на Израиль и ответной реакции Израиля. Очень тяжелая вся эта ситуация с моральной, правовой точки зрения, потому что, понимаете, ну на Ближнем Востоке традиционно, там вот просто жизнь так устроена, там не воюют по Женевским конвенциям. Там воюют вот по принципу такому, по классике, око за око, зуб за зуб. Если вы не изучали вопрос, то вот как бы израильтяне, вот у них основная религия это иудаизм, да? Они признают только Ветхий Завет. Вот где это око за око, зуб за зуб написано. Новый Завет, где вот это все христианское, евангельское, значит, что не убей там и надо уважать других, да? Там этого ничего нет. Там вот око за око, зуб за зуб, да? А значит, товарищи палестинцы, они признают Коран, который тоже, как бы, он считает, что вот Новый Завет это что-то такое, да? Типа, вот мы сейчас все исправим и введем единого правильного Бога. Кстати, хотел предложить вам почитать книжку про это, она не про конфликт этот, но в целом вы очень много поймете про вот эти радикальные корни в исламизме. Бернард Льюис, американский историк, «Кризис ислама». Это книга, которая была написана после терактов 11 сентября. Очень многое позволяет понять вот в взгляде на мир и откуда берутся вот эти радикальные интерпретации в исламе, который, в отличие от христианства, не проходил реформацию, намного сотен лет моложе и так далее. И там вот распространены такие буквальные трактовки священных текстов, которые говорят, значит, вот неверный, значит, вот мы тебя прям вот сейчас приведем в исполнение. И вот здесь, значит, все неверные не люди с одной стороны, а с другой стороны око за око, зуб за зуб. Вот так они воюют уже много-много лет. Меня спрашивают там, типа, а что почитать про там арабо-израильский конфликт? Ну, а что тут почитаешь? Я вот это 50 лет наблюдаю. Я помню, вот там многие зрители мне уже теперь задают вопросы о музыке, да, знают, что я вот большой меломан и любитель этого дела. У группы Genesis есть такая песня с 77-го года, Blood on the Rooftops, Кровь на крыше, где прямо говорится, типа, арабо-израильский конфликт, я пойду выключу телевизор, потому что я уже больше не могу. Вот. И, ну, это все продолжается много лет. Вот примерно в такой стилистике каких-то таких базовых, значит, вот основ такого европейского гуманизма там нету ни с одной, ни с другой стороны. И понятное дело, что когда террористы из Хамаса на Израиль напали с такой особой показной, причем, заметьте, показной жестокостью, ну, было абсолютно понятно, что будет, значит, вот такой симметричный ответ. Вот примерно в той стилистике, как они вот друг с другом воюют уже много лет. Это все очень тяжело смотреть, потому что и с той, и с другой стороны есть мирные, ни в чем не повинные люди. Поверьте, там есть большое количество людей и среди израильтян есть много людей, которым не нравится избыточное применение силы против гражданского населения. И среди арабов есть много людей, которым вот тоже не нравится то, что Хамас делает. Здесь вот очень важный такой экскурс в историю. Хамас же, это вот неправильное такое как бы воззрение, что Хамас там выбрали на выборах в Палестине. Нет! Нет! Они получили 44% голосов на выборах 2006 года и сформировали коалицию с Фатхом, типа правительства национального единства, которое просуществовало несколько месяцев, они Фатх из Газы выгнали. И кстати, если посмотреть на карту тех выборов, то видно, что там примерно половину округов выиграл Фатх, а не Хамас. Они просто вооруженным путем взяли и Фатх изгнали из Газы и незаконно захватили там власть. Движение Хамас. Летом 2007 года. И здесь вот, кстати говоря, был такой решающий момент, когда это можно было прикрыть. И нужно было прикрыть. Потому что было понятно, что Хамас захватил контроль над Газой не для того, чтобы там, значит, помидоры на растительной системе в пустыне выращивать. Нет! Не для этого, а для того, чтобы взять население в заложники и терроризировать Израиль. Использовать Газу как плацдарм для того, чтобы терроризировать Израиль. Вы знаете, вот я только что закончил цикл видео про 2000-е годы и становление путинизма на своем канале. И главный вывод из всего этого. Вот такую фигню, захват власти какими-то агрессивной мафией и террористами, ее надо пресекать на ранней стадии. Если вы на ранней стадии этого не успели сделать, ну, как бы вы выпускаете это, джинна из-под контроля, да. И вот за столько лет, больше чем полтора десятилетия Хамасу дали там укрепиться. Ну, вопрос, почему? Прежде всего у меня вопрос к бывшему президенту Соединенных Штатов Джорджу Бушу, младшему, да, который, это вот все происходило во время его второго срока. Когда Хамас получил первое место на выборах, хотя неправильно говорить, что он там все выиграл, да. И потом через несколько месяцев разогнал правительство палестинского национального единства и единолично захватил власть в Газе. Ну, тогда было гораздо больше возможностей просто сразу в зародыше все это прикрыть. Потому что было понятно, что Хамас возьмет население Газы в заложники и будет Израиль этим делом терроризировать. Почему это не было сделано за все вот эти долгие годы? Это большой для меня вопрос, на который вот нет ответа, да. Почему это произошло именно сейчас? Ну, смотрите, здесь довольно очевидно, что Хамас хотел добиться. Они хотели сорвать готовившиеся соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Потому что Саудовская Аравия – это крупнейший игрок в мусульманском и арабском мире, лидер суннитской ветви ислама, который доминирует вот среди мусульман. И, конечно, если бы руководство Саудовской Аравии сказал «Все, мы признаем Израиль, он теперь нормальный», это бы открыло дорогу к быстрой нормализации отношений и вот договоренностям по прекращению всех этих конфликтов. Это в том числе вот этот договор между Израилем и Саудовской Аравией, он бы ставил крест на Хамасе. Поэтому они вот здесь устроили эту террористическую атаку на Израиль как такой фол последней надежды. Знаете, когда вот вы видите, что уже вратаря нет и противник с мечом бежит к воротам, вы просто за майку его хватаете там в штрафной. Черт с ним, что будет пенальти, главное, чтобы вот он не успел гол забить. И надо сказать, что, во-первых, Хамасу это дело удалось, то есть они сорвали, это переговоры остановлены по договору о нормализации отношений между Израилем и Саудитами. и второе, я думаю, цель вот этой атаки и показной брутальности, когда брали заложников, там убивали детей, снимали все это на видео, ну спрашивают, как это так вот, типа возможно, зачем это было сделано? Это же какие-то невероятные зверства. А это было сделано специально, чтобы Израиль спровоцировать на максимально жесткую реакцию, на применение силы вне зависимости от того, есть там мирные граждане или нет. И потом показывать только вот это. То есть люди-то помнят, ну память, мы знаем все эффект памяти аквариумной рыбки, люди помнят только последний момент. А последний момент что? Израиль наносит какие-то удары по газе, вот там значит куда-то попало, там кто-то погиб, вот это помнят, это раскручивает. У мусульманского мира очень влиятельная пресса, у Палестины есть много союзников, в том числе и в западном мире. Поэтому задача была такая, максимально жестоко спровоцировать Израиль на вот такие вот ответные действия и потом говорить уже только об этих ответных действиях. Вот в принципе это здесь в общем история совершенно не новая. У нас такая штука была с Шамелем Басаевым и чеченскими террористами во время вот всех этих чеченских войн. Я об этом вам подробно на нашем канале рассказывал. Поэтому вот я вижу много вопросов, как вот весь этот кошмар жертвы, кровопролития и страдания прекратить. Ну теперь вот пока никак это не прекратишь. То есть ну вот на Израиль так жестоко напали, но он будет отвечать. Вот так как он привык. Это вот у них на Ближнем Востоке так реалии здесь устроены. Поэтому здесь еще раз. А было раньше думать, надо было прикрыть Хамас, когда это было можно сделать. В самом начале, на ранней стадии. Когда вот ему дали так вот разрастись за все эти годы, ну было понятно, что он всю эту свою мощь и все это вот население, там почти три миллиона человек в Газе, которые являются его заложниками, он это будет использовать. Активно использовать вот в своих там этих сволочных, бесчеловечных террористических методах. То есть эта вот ситуация зашла как бы слишком далеко. Здесь уже я вижу там, как многие люди там пытаются между враждующими сторонами там бегать, махать Женевской конвенции, но уже не так они там воюют. Уже никто не будет сейчас там на Ближнем Востоке читать эту Женевскую конвенцию. К сожалению, как ни больно смотреть вот на все эти страдания. Это вот просто такой вот факт. А думаю, что Израиль в итоге Хамас уничтожит. То есть и Хамас, и его младшего партнера исламский джихад. Но что он будет делать с Газой дальше? Непонятно. Вся эта история с Газой, она была уже как бы много раз. Там была и египетская оккупация, потом израильская оккупация, потом Израиль в 2005 году вышел оттуда полностью. Я вижу вот сейчас, прямо перед началом стрима, читаю комментарии каких-то американских чиновников и экспертов, которые говорят, в общем-то, плана, что делать с Газой дальше, когда военная инфраструктура Хамаса будет уничтожена. В принципе, я хочу вам по секрету сказать, что это была ключевая причина, почему Израиль не осуществлял наземную операцию в Газе все эти годы. Несмотря на то, что вот там в этом мордоре, значит, все продолжало кипеть и Хамас становился все более агрессивным и более опасным. Поэтому тяжелая вот такая ситуация. И один из вопросов, который мне все время задают, это является ли это началом Третьей мировой войны. Я вот на это отвечаю, что технически да. Потому что совершенно очевидно, что то, что мы видим вот в нападении Путина на Украину, в нападении Азербайджана на Карабах, в нападении Хамас на Израиль и в угрозах Китая Тайваню, это очевидная угроза демократическому миру, которая исходит от всех этих автократий и носителей радикальных античеловеческих идеологий. Это очевидно глобальный конфликт. И видно, что сразу здесь все стоят на какие-то свои стороны, какие ему полагаются. То есть Путин вроде как дружил с Нитаньяху, вроде как, значит, они постоянно созванивались, Нитаньяху отказывался помогать Украине оружием там и прочее. Как только все это началось, Путин тут же встал на сторону Хамаса. Довольно очевидная история. И все эти Иран там и прочие диктатуры тоже на стороне Хамаса. Демократический мир на стороне Израиля. То есть это такой очевидный конфликт, то есть противостояние между демократиями и агрессивными диктатурами переходит в такую горячую фазу по всему миру. И это не единственные точки конфликта. Сейчас в Африке еще что-нибудь начнется обязательно. Вот. А такая же самая история. Меня там спрашивают в вопросах про Сербию и Косово. Да точно такая же штука. В Сербии режим Вучича, который фактически является калькой с Виктора Орбана и так далее. Ну ему выгодно вот нагнетать все вот это дело напряженность. Но разница здесь с Первой и Второй мировой войной она в том, что тогда лидеры крупных стран не очень представляли себе последствия или наоборот хотели устроить вот именно такую глобальную заварушку. Поэтому кидались они в это дело с удовольствием. Типа, а, война, значит все там, воюем, тотальная мобилизация, стенка на стенку и так далее. Сегодня лидеры крупнейших стран мира, они знают, и особенно при наличии такого количества ядерного оружия, да, они знают, насколько мировая война может быть разрушительной. Поэтому в политическом смысле мировая война не идет. И вот политики делают все, чтобы ее сдерживать. Перерастание вот этих разных там конфликтов на разных континентах в большой глобальный конфликт всех со всеми, да. То есть вот в чем разница, что технически, да, это конфликт глобальный по своей природе, где все связаны между собой. Россия с Ираном, военные союзники и против Украины, и против Израиля, да. И наоборот, демократические страны Запада помогают и Украине, помогают и Израилю. Это очевидно глобальный конфликт. Но политики не дают ему перерасти в большую политическую третью мировую, в отличие от первой и второй мировых войн. Вот в чем разница. Поэтому, когда меня спрашивают, является ли это третьей мировой войной, технически да, политически нет. И надеюсь, что и мудрости хватит, и это не перерастет. Но видно, что диктатуры, как вот и Хамас, они пошли в такую атаку последней надежды на демократии. И готовы абсолютно проходить все красные линии, заниматься просто невероятной жестокостью, убийствами, терроризмом, как Путин в Буче или вот Хамас в южных поселениях Израиля, где они совершали все эти зверства, что для диктатур красных линий больше нет. И это означает, к сожалению, что такие конфликты вот они могут появляться еще. Посмотрим, как будет развиваться дальше. Будем за этим всем следить. Но вот всех, кто мне пишет о том, что вот как же прекратить весь этот кошмар и всю эту жестокость, ну вот на Ближнем Востоке сейчас уже, как говорил Булгаков, Аннушка разлила масло, уже не прекратите. То есть там вся логика и противостояние и настроя обеих сторон в том, что око за око, зуб за зуб. И, к сожалению, там сейчас мы будем видеть всякие разные очень тяжелые события, много жестокости и так далее. Вот Хамас хотел это спровоцировать своими террористическими действиями, вот спровоцировал. Вот вся эта спираль пошла раскручиваться, как в общем это было в принципе уже далеко не один раз. Вот. Я уже почти час тут рассказываю про всякие сюжеты, которые я считаю важными, но я считал нужным высказаться на эту тему. И вроде голос у меня поправился, потому что я что-то там квакал в начале эфира, но вроде больше не квакаю. Сейчас поотвечаю на ваши вопросы и вот надеюсь, что на часть уже ответил, потому что они как раз про многие вот эти сюжеты. Очевидное ответное действие на путинскую агрессию, ущерба там нет и собственно и преследовать не за что. А военкоматы будут ликвидированы все в прекрасной России в будущем, потому что у нас будут небольшие компактные силы самообороны. И я думаю, что вот такой вот этот спрут, как вооруженные силы Российской Федерации, он там прекратит свое существование вместе и с призывной системой, и с мобилизацией тоже. Троссел Билетти. Спасибо за вашу работу, работу команды. Вам спасибо, что смотрите и поддерживаете. Иногда просто нет сил следить за происходящим, но ваши эфиры дают силу и надежду. Вот стараюсь работать психотерапевтом по вызову. Рад, что иногда получается. Вопрос. Есть ли понимание, как новое поколение возвращать на сторону добра после того, как они выросли в обстановке одобрения войны, военки и Вагнера? Наподобие того, как по-разному строятся продажи зумерам и бумерам, есть ли принципиальное различие в том, как подавать информацию и отвечать на вопросы новому поколению, которому сейчас 15-20 лет? Ну вообще, если вы посмотрите на всю социологию и на, в том числе, данные, например, от нашего вещания, то вы как раз увидите, что ситуация с новым поколением, она самая благоприятная. То есть там наименьшая поддержка какого-то сталинизма, имперских идей, войны. Вообще, если убрать вот это поколение 55+, которое еще родилось и выросло в совке и телевизор любит смотреть, да, путинский, там вот просто радикально другие цифры получаются, просто радикально другие цифры по опросам, по общественному мнению и так далее. Поэтому как раз вот молодое поколение внушает надежду, вы знаете, и там возможны какие-то разные техники в подаче информации, но то, что я вижу по молодому поколению из своего вот опыта коммуникации, вещания и общения. То, что у молодого поколения повышенный запрос на факты, когда им объясняют вот как все на самом деле устроено, про историю, про экономику, там про какие-то политические процессы, просто вот факты, которых они не знали. У них есть такой жадный голод на все это дело, потому что у поколений постарше им факты меньше нужны, у них есть какая-то сформированная картина мира, и они хотят получать только то, что им нравится слышать. Вот как, значит, наше вот старшее поколение, у него такая особая астральная связь там с путинским телевизором, да. Вот, а у молодого поколения гораздо выше восприимчивости к фактам, поэтому мне кажется, здесь акцент надо делать на этом. Not Your Concern 916. Считаю, что надо не забывать о тех, кто пострадал от произвола за принципы, хоть и не политические. Вы, да и другие зрители, помните, кто такие Евсеев и Чекалин. Если нет, советую освежить память, такие люди понадобятся в прекрасной России будущего. Нет, не помню, к сожалению. После эфира посмотрю. Алексей Низов, 1632. Спасибо за вашу работу и эфиры, спасибо вам, что смотрите и поддерживаете. Помню те времена, когда мы с вами переписывались по почте в 2017 году о ситуации в здравоохранении, когда вы готовили очередной эфир «Где деньги?» и многое изменилось с тех пор, к сожалению. Есть ли такое событие, которое может потенциально привести к массовым протестам? Понятно, что изменение общественного мнения требует большого количества усилий, ресурсов, но вот есть ли теоретически независимое явление, например, катастрофическое повышение цен, которое может заставить людей выйти в центры города, требует изменений. А нет. Как правило, вот как показывает опыт падения диктатур, работает усталость от диктатур и отсутствия перспективы будущего. Вот важный момент, что Путин, вот объясняйте это людям, да. Я вот об этом делал одно из последних видео, где чиновники проговорились, я даю много цитат из путинских чиновников и олигархов, которые описывают вот реальную такую ситуацию в России без прикрас. И там Дерипаска очень четко сформулировал то, что я вижу, многие говорят люди по всей стране, на кухнях, на работе, в университетах, что нету образа будущего. Он размыт. Мы не понимаем, куда мы все идем. Вот это самое главное слабое место Путина, в него надо бить. Что нам все время расскажут какие-то неоконченные сказки, а вот что должно получиться в итоге, да, как мы выйдем в светлое будущее, оставаясь сырьевой колонией Китая, да. Нету ответа, не дает, да. Вот. Поэтому мне кажется, что вот это вот ключевой такой момент, который приводит к падению авторитета и доверия авторитарным режимам, что они не могут как-то дать вот карту движения вперед. Повышение цен это такой важный фоновый фактор, который усиливает недовольство. Но вряд ли он сам по себе сможет стать каким-то достаточным основанием для протестов. И вообще мы не знаем, мы не знаем, из чего вот какие-то такие серьезные масштабные протесты могут возникнуть. Например, в 1917 году февральская революция родилась в очереди за хлебом, людей просто достало, да, то, что просто пожрать было нечего, да. А, скажем, поющие революции в странах Балтии в конце 80-х годов рождались из экологических протестов. Например, в Польше движение протеста, которое в итоге сокрушило коммунизм, рождалось на судоверфи в Гданске. Все, что угодно может быть, заранее это очень трудно прогнозировать. Важно в целом по всем фронтам работать на ослабление и понижение авторитета власти. Когда он достаточно понизится, довольно-таки любое событие может стать катализатором. АГС КРВ. Здравствуйте, Владимир, команда, спасибо за ваш труд. Наконец смог стать спонсором, могу задавать вопросы. Большое спасибо, что смотрите и за поддержку. Вы принимаете участие во многих международных встречах на высоком уровне, как зарубежные политики выбирают, с кем из представителей россиян общаться. Если вероятность опасность, что на форумы станут приглашать блогеров, которые именуют себя политиками и срачи переедут на новый уровень. А вы знаете, тут есть на Западе, вот в отличие от российской всей ситуации, есть такое понятие репутаций. Вот в России ты хоть, понимаешь, там, хоть ты разбейся, ты говоришь, вот этот чувак все загадил, все свои предыдущие проекты были неуспешными, со всеми переругался. Но кто-то посмотрел его какое-то видео на Ютубе, ему понравилось, он говорит, а мне не важно, что он раньше делал, вот мне нравится его хорошее видео на Ютубе. На Западе все работает не так. Здесь есть институт репутации и меня там приглашают на встречи по одной простой причине. Я с ними знаком уже лет 30. Я общаться с представителями западных правительств начинал еще вот как чиновник в конце 90-х годов. Публично выступаю, там, пишу на английском уже очень много лет. С начала нулевых, как из правительства ушел. Меня очень хорошо знают и знают, что первое, я всегда по делу говорю, я не толкаю какую-то свою там узенькую эгоистичную повесточку, я не обманываю. Мои прогнозы могут быть и ошибочными, но в основном они в подавляющем большинстве все-таки верные и я объясняю правильную логику событий в России, которые в итоге сбываются. Поэтому меня хорошо знают и меня в итоге везде зовут. Вот этих всех, как вы говорите, блогеров, да пусть, вот пришел вот тоже мой соведущий Люцек, он согласен с моей оценкой ситуации, да. Этих всех блогеров пусть зовут. Вот на Западе не пройдет такой трюк, что они смогут создавать себе такой же политический МММ, как они создают в российских соцсетях, да. Здесь МММ не пройдет. Поэтому я спокойно к этому всему отношусь, я, меня, знаете, здесь больше возмущает там история самозванства, когда некоторые вот деятели начинают себе приписывать там всякую ерунду, которую ну реально вот на самом деле не происходит, да. Но с другой стороны я вижу, что это тоже срисовывают, что в целом есть вот такой сегмент в Восточной Европе особенно. На некоторые площадки любят звать людей, которым прям надо пообсирать российский народ, что они все такие генетические рабы имперцы там и так далее, да. Но это вот специфическое географическое явление такое. В целом в странах Запада как бы на это все смотрят скептически. Поэтому я уверен, что все в итоге расставится по местам, репутация работает. Вот как они выбирают людей, кого они хотят слышать и с кем хотят общаться. Люди с хорошей доказанной качественной репутацией. Поэтому я являюсь там постоянным участником этих процессов, я не против, если будет тут другое. Еще раз, это демократия. Могут позвать любого. Но демократия это не только там свободу слова и свободный выбор. Это еще институт репутации. Когда вот вы там один раз обманули и нагадили, второй, третий вас больше не позовут. И вот я уверен, что это сработает, поэтому я понимаю, что вас это беспокоит, но вы не беспокойтесь сильно. Илья Ананев, спасибо за вашу работу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Вопросы, связанные с взрывоопасной ситуацией в мире. Не развязывает ли руки Китаю по отношению к Тайваню нападение Хамаса на Израиль и предшествующие нападения Азербайджана на Нагорный Карабах? Нет ли ощущения, что западный мир сейчас как никогда разрывается между огромным количеством внешних и внутренних сложностей? Ну, во-первых, западный мир, вопреки всем прогнозам, показывает невероятные способности, гибкости, мобилизации. Там один отказ Европы от российских энергоносителей, чего стоил. За год-полтора добились этого полностью, хотя это казалось вообще невозможным. И как бы без особых последствий для экономики. Да, там типа стагнации с небольшим уходом в рецессию в еврозоне, но прогнозировали-то коллапс, обвал, замерзнут зимой. Вот. Что касается Китая и Тайваня, я здесь много раз об этом говорил. Это совсем другая ситуация, потому что Тайвань готовился к нападению много лет. У него реально хорошая мотивированная армия. И я думаю, что здесь это вряд ли стоит сравнивать с Хамасом или с... Прошу прощения. Ну, кстати, вот с Хамасом можно сравнить в том плане, что Хамас как раз напал на очень сильного соперника, который его в итоге уничтожил. Другая история стоит в том, что вот сравнивать потенциальную войну Китая с Тайванем надо не с вот этими небольшими конфликтами, а с нападением Путина на Украину. Где казалось, в принципе, вот преимущество Путина перед Украиной, военное, было преобладающее, да. Но он получил по щам ничего, кроме вот быстрого захвата восточных и южных территорий, которые плохо оборонялись, не получил. И в итоге сейчас находится в позиции отступающего. Украина намеревается вернуть военным путем свои территории. Хотя до войны все это оценивали так, что Украина гораздо слабее и, как писали там многие западные разведки, что Путин возьмет Киев там за сколько? 72 или 96 часов. Я вот думаю в этой ситуации, что для Китая очень тяжелые выводы из этого следуют, что нападение на Тайвань будет для него сверхсложной операцией, которая, спасибо большое, свеженького чайку подвезли, который, надеюсь, мне улучшит ситуацию с горлом. Посмотрите, у меня, кстати, был об этом стрим здесь примерно год назад, когда вот мы во второй половине прошлого года только стримы запустили, там заголовок есть про Тайвань даже. Я рассказывал о том, что военная операция против Тайваня будет одной из самых сложных в мире. на острове Тайвань-Формоза очень сложный рельеф, там за много десятков лет выстроено очень серьезное оборонительное сооружение, там укрепление, там подземная инфраструктура и так далее, да. У Тайваня очень сильная, хорошо вооруженная армия. Поэтому для Китая это будет сплошной ночной кошмар. Тем более, что вот они видят, что по агрессии Путина против Украины решающую роль играет непревосходство в живой силе и технике. А многие вещи, начиная от мотивации, то есть, когда у армии-агрессора недостаточная мотивация, а у обороняющейся стороны, которая защищает свою свободу, она есть. И второй момент, это, например, взаимодействие между подразделениями и родами войск. У Китая нет такого боевого опыта вообще. Китай 50 лет почти не вел вой. И тут 50 лет назад у него была там война с Вьетнамом приграничная, которая типа длилась месяц. И Китай ее, кстати, проиграл. Операции против Тайваня это операции, которые требуют сложнейшего взаимодействия сухопутной армии, флота, авиации, высадки десантов и так далее. У них нет такого опыта и у них есть очевидные проблемы в армии с дефицитом опыта командиров и опыта взаимодействия подразделений. Поэтому я думаю, что, например, нападение Китая на Тайвань это скорее всего увязание в примерно такой же истории, как Путин увяз в Украине. это на фоне серьезного недовольства экономической ситуации в Китае, которая плохая. Мы об этом снимем еще не раз и не одно видео у нас на канале. И это на фоне того, что год назад в Китае впервые уже были протесты, где произносились слова «Долой Си Цзиньпина» и «Долой коммунистическую партию». Поэтому такое. Я считаю, что сегодня мы дальше от нападения Китая на Тайвань, чем были перед путинской агрессией против Украины. Что Китай сейчас будет 10 раз думать, стоит ли им начинать в таких сложных условиях, тем более, что их союзники, Россия и Иран, отвлечены на свой театр действий, они будут одни, отношения с Индией очень плохие, и там есть свое, в том числе, вооруженное противостояние на китайско-индийской границе, в Гималаях. Поэтому диспозиция совершенно не такая, чтобы Китай с шашкой кидался на кого-то куда-то нападать. Это не значит, что не надо к такому варианту готовиться. Вот нас чему учит история с путинской агрессией против Украины, что надо быть готовым к любому, даже самому сумасшедшему диктаторскому решению. И, кстати, это Израиль тоже касается. Меня степень неготовности к нападению Хамас просто поразила. То есть это совсем вообще не укладывается ни во что. Вот, то есть готовым быть надо, но вот отвечая на ваш конкретный вопрос, я считаю, что последние события просто отдалили скорее возможные нападения Китая на Тайвань, чем приблизили. Юзер со сложным ником, нечитаемым. Порекомендуйте, пожалуйста, хорошие книги про Палестино-Израильский конфликт. Вы знаете, я не могу назвать, потому что они все, то, что мне попадалось, написаны с таким сдвигом. То есть либо в про-израильскую, либо в про-арабскую позицию. В целом там, понимаете, вот ничего сложного нет. Там произошло что? Что в конце 19-го, начале 20-го века евреи, которые не имели своей государственности, у них была вот эта идея, что они хотят свое государство получить, обрести свою землю и обрести ее вот на исторической этой земле, иудеи, значит, где они там много лет назад жили, а там возникла их нация, там вся их история древняя и так далее. Они начали вот в этом регионе Ближнего Востока скупать земли и переезжать туда массово. И появилось вот это вот движение за создание нового еврейского государства. Ну, в итоге оно и было им такая возможность предоставлено после Второй мировой войны, и Холокоста, и так далее. Арабы, которые жили там, они как бы сразу были очень сильно недовольны, что сюда приезжают евреи и хотят здесь основать какое-то свое государство. Я думаю, как они друг друга не любят, вы, в принципе, хорошо знаете. Это уже, в общем, вещь, которая из новостей довольно очевидна. Вот, эти все, это напряжение с ними, между друг другом, ему больше ста лет. То есть, почитайте, например, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, но, по-моему, первые беспорядки были, наберите, беспорядки в Палестине 1920 года. Когда, тогда вот эту территорию контролировали британские колониальные власти, и там вспыхнули первые вот очень серьезные арабские беспорядки против еврейских переселенцев. в принципе, за эти сто лет, в общем-то, ничего не поменялось. Там есть вот такие радикальные части в обеих обществах, которые не хотят жить друг с другом, и попытки их примирить, заключить мир долгосрочный и сделать два государства, арабское и еврейское, пока ни к чему не привели. потому что вот эти вот такие радикально настроенные части обеих обществ, и палестинского, и израильского, ну, они не хотят жить друг с другом в мире, да, и, в общем-то, мягко говоря, не очень хорошо друг к другу относятся. Вот, в принципе, такая краткая история за три минуты, да, были попытки заключить долгосрочный мир между арабами и израильтянами. Вот самая известная попытка была соглашение ВОСЛа 1993 года, но подписавший их израильский премьер Ицхак Рабин, который вот и был в то время идеологом примирения и долгосрочного мира с палестинцами, он через два года был убит радикальным израильским террористом, и после этого в Израиле пришли к власти, в общем и целом, надолго. Политики достаточно радикального правого толка во главе с Бенемином Нетаньяху, который, кстати, проводил демонстрации в Израиле, вот где они там несли гроб премьера Рабина, и Нетаньяху всячески открещивается от того, что мы призывали его убить, но по факту это было так. И его даже родственники Рабина категорически отказались видеть на похоронах. Ну, после этого, после того, как Рабин был убит, фактически исполнение соглашения ВОСЛа было свернуто, там про них есть отдельный вопрос, я отвечу, да. Ну, все пошло вот в сторону такую радикальную, и здесь можно было бы чего добиться? Прикрыть вот это гнездо Хамаса в Газе, где Хамас незаконно захватил власть. Вот неправильно, что вам говорят, Хамас не на выборах получил политическое доминирование в Газе. Результаты выборов там были более сложные. Хамас власть силой, вооруженным путем в Газе захватил, и своих политических соперников оттуда выгнал, и сектор Газа является, вот, например, по рейтингу Freedom House, одним, одной из самых несвободных территорий в мире, где Хамас уничтожил всю политическую конкуренцию, любые свободы, и построил фактически государство по обслуживанию своей террористической группировки. Вот это надо было прикрыть 15 лет назад. Но этого не было сделано, в том числе и вот правительством Нитаньяху, несмотря на всю вот эту громоподобную там антиарабскую риторику. Вот, собственно говоря, несколько шансов, которые были упущены. Вот соглашение Восла, вот необходимость прикрыть Хамас в Газе на ранней стадии и избавиться от их диктатуры. Но, собственно, вот это противостояние, оно реально насчитывает уже очень много времени, больше 100 лет, и, к сожалению, очень много здесь вот таких заряженных мнений с разных сторон. То есть все встают на какую-то сторону. Нам, центристам, некуда в такой ситуации поддаться. Роман Кутнер, 51-78. Здравствуйте, Владимир. 7 октября здесь, в Израиле, случилось зло, мерзости масштаба, которого не думал, что могут произойти в современном мире. У всех моих друзей и знакомых обязательно есть кто-то, кого они знают, у кого погибли близкие. Знакомый из Клина, не все так однозначник, жестко осудил действия этих выродков, но тут же принялся поливать дерьмом Зеленского. Должно ли это событие сказаться как-то позитивно на сознании части ватного населения России? Не думаю, вообще, международная повестка слабо влияет. То есть россияне в этом плане очень похожи на американцев по сознанию. Международная повестка очень слабо влияет на наше сознание, тем более она подается каждый раз по-разному, в зависимости от того, что по телевизору говорят. Внутреннее развитие ситуации и отсутствие перспектив у России, отсутствие образа будущего у Путина. Вот это может повлиять на сознание ватного населения. Вот эти все события будут интерпретировать по-разному. С какой ноги с утра встали? Дима, вопрос с донатом 2,49 евро. Огромное спасибо всем за поддержку. Будет ли Израиль помогать Украине оружием после своей победы? Дима, хороший вопрос. Мне кажется, что некие уроки для Израиля и всей этой ситуации, они есть. И это вопрос политического будущего, вот той ультраправой коалиции, которую сегодня возглавляет Бенемин Нетаньяху. Нетаньяху обещал, когда вот он ругал всех там леваков, нужно сильное правительство, которое обеспечит безопасность, он обещал израильтянам, что они будут как за каменной стеной. Безопасность, вот ключевое слово, примерно как у Путина, Эрдогана и так далее. Да, там, я хочу провести какую-то судебную реформу, которая суды больше подчинит мне, но зато вам на это надо соглашаться, потому что я обеспечу безопасность. Это вот культ вот всех тех так называемых сильных лидеров. Итог, как мы хорошо знаем, вот формула ни свободы, ни безопасности, она вот, к сожалению, работает. И вопрос в политическом будущем Нетаньяху, я думаю, что израильтяне ему не забудут вот этого всего. То есть, что произошло? По идее, граница Израиля с Газой, это должна быть самая защищенная и охраняемая граница в мире. Ну, потому что, еще раз повторю, там не эльфы помидоры выращивают с той стороны, да. И вдруг оказывается, что тысячи боевиков могут вот так спокойно через нее проникнуть, с там бронетранспортерами, вооружением, устроить там ад в приграничных вот этих всех поселениях, жестоко убивать людей, брать сотни заложников. И они типа резвились там 48 часов или даже больше. Их не могли оттуда выкурить. Вот эти вопросы к Нетаньяху, конечно, а где же твоя безопасность хваленая? Они будут возникать. И тут уже вот была история, я вижу там руководство Израиля сходило в госпиталь, там типа навестить раненых. Их там обкидали всяким. И, в общем, высказывали им люди, что типа вы что сюда пришли, и как вы вообще могли это допустить. Я думаю, что для Нетаньяху это конец его карьеры. Сейчас, пока идет война, ну никто не будет прям заниматься всеми этими внутриполитическими разборками, но историю-то ему не забудут. Фактически вот Нетаньяху, его кабинет прямо ответственен за то, что такое варварское нападение Хамаса стало возможным. Поэтому я думаю, что если в Израиле придут более ответственные, разумные люди к власти, вот как Туск в Польше сейчас, то тогда и решится вопрос в том числе и о том, чтобы Израиль окончательно выбрал сторону и встал на поддержку Украины. Я думаю, что если бы вот оставалось у власти правительство Иеролапида и Бенни Ганса, то это было бы сделано. И Израиль стал бы поставлять Украине оружие. Таким образом, это во многом зависит от внутриполитических, внутриполитических изменений в Израиле. Сакийоку 6120. Здравствуйте, Владимир, спасибо Люцику за эфиры. И вам с Яной тоже. Яной, тебе спасибо. И всем ребятам спасибо, которые этот эфир делают. Нас на самом деле немало тут. Как вы относитесь к Сетхатховисину и Токсину Чиновату? Это тайские политические деятели, которые вот один бывший премьер, и другой вот нынешний премьер после ограниченного возврата к демократии в Таиланде. Подробный вопрос про тайскую политику. Не уверен, что всем зрителям это интересно. Смотрите, вот в этих всех переходных азиатских, да и других демократиях бывают такие вот фигуры, которые в принципе сами из бизнеса, это достаточно богатые люди, но они являются очевидными противниками диктатуры и играют какую-то свою позитивную роль в транзите. При том, что им можно предъявлять там какие-то обвинения, там про коррупцию и так далее. Ну вот аналог, чтобы вы понимали, Петр Порошенко, например. Вот такие тайские, тайские Порошенко. Они, конечно, очевидно являются противниками военной хунты, и это хорошо. То есть задача номер один – это демонтировать военную хунту и вернуться к полноценным институтам демократии, и тогда в режиме свободной конкуренции вот сможет прийти к власти тот, кто наилучшим образом представляет интересы людей. Это вот похожая была история, например, в Южной Корее после падения диктаторского режима Чондухвана, когда некоторое время были у власти такие вот переходные фигуры, в том числе довольно сомнительные. Но вот потом на фоне азиатского финансового кризиса 97-го года и краха вот этой системы государственно-монополистических корпораций, которые называют там Чиболи в Южной Корее, вот новым президентом стал известный в прошлом оппозиционный политик Ким Де Джун, который, кстати, много лет провел в эмиграции в США, и далеко это не единственный, а скорее массовый пример, когда люди, которые долго жили в эмиграции, возвращались и делали успешные реформы в своих странах. Вот Ким Де Джун в итоге пришел к власти после вот этой серии таких каких-то более странных и непонятных фигур, и он провел там очень важные реформы и сильно подвинул Южную Корею к тому, чтобы она прям стала такой современной, сильной экономикой и развитой демократии. Ну, про тайскую политику, вот давайте опустим прям много подробностей, не уверен, что нашим зрителям будет это интересно. Милена Сайдер, вопрос с донатом 9,99 долларов. Что не так с идеей прийти в 12.00 на выборы и создать очереди единомышленников? Я считаю, это одной из неплохих идей. Мы это обсуждали с Максимом Резником, например, в последнем стриме на Навальный Лайф, который у меня был на прошлой неделе, 7-го числа у меня был, да? Можете это дело посмотреть. Вот, и вопрос здесь, там ничего не не так, но здесь должен быть максимальный синхрон, максимальное количество сторон должно договориться, потому что если каждый будет звать один на 12, другой на 13, третий на 14 в Петропавловске-Камчатском полночь, то просто все придут в разное время. Нужно синхронизироваться. Кирилл Климук, 48.16. Владимир, спасибо вам за вашу работу. Спасибо за поддержку и за то, что смотрите. Ян, а можно мне салфеточек принести? Это было бы очень полезно. А вопрос, кто-то меня там спрашивал, что и почему я не болею никогда. Вот накаркал, шутка, не обижайтесь. Вопрос. В последнее время создается впечатление, что выражение экономической развитости Запада, такой же, как и армия России, вторая армия мифа, мира сами придумали, сами поверили, заставили других верить. Ровно как и с армией России, пока нет проблем, все хорошо. Как только появляются небольшие проблемы, вроде коронавируса или войны в Украине, сразу все валится, инфляция, кризис и так далее. Техника на складах непригодна к использованию. Как вы сами говорили, нужен тюнинг. Производства снарядов не хватает. Где хваленая четвертая промышленная революция? Хотя, да, ВВП якобы больше. Что вы про это скажете? Смотрите, я вот что скажу. Извините, я все это борюсь еще со своими разными недомоганиями. Но мы их вроде успешно преодолеваем. Смотрите, ну, во-первых, вы преувеличиваете неспособность Запада справляться с кризисами. Блестяще справляются. Блестяще. И с кризисом седьмого-восьмого годов. И с последующим там кризисом еврозоны из Греции. И с коронавирусом. И сейчас, вот обратите внимание, ну, вы говорите, вот инфляция. Ну, конечно, когда у вас триллионная программа стимулирования экономики, будет инфляция. Она не является какой-то критической. То есть вот той ловушки стагфляции, которая была в 70-е годы, мы не видим. В принципе, правительство и Центробанки работают очень профессионально. На высочайшем уровне по историческим меркам. Как энергокризис Запад преодолел, я вообще молчу. Просто отказались за такой ничтожный период по историческим меркам от энергоресурсов, от главного поставщика России. Просто взяли и отказались. И ничего. Все нормально. Ну, в нуле экономика. Ну, небольшая рецессия. Ну, инфляция. Это мелочи такие. По сравнению с масштабом трудностей, которые вызовав, которые перед Западом стоят, Запад отлично справляется с кризисом. Это как бы вывод номер один. Вывод номер два. Вы говорите, вот вооружений нет там на складах, снарядов нет и так далее. Я это подробно объяснял в последнем видео про НАТО. У меня есть вот цикл видео про Альянс НАТО. И последний выпуск был про историю отношений НАТО с Россией. У них была очень мощная оборонная промышленность на момент окончания Холодной войны. Они ее закрыли и свернули. Потому что они поверили нашей стране. Они поверили в серьезность намерений России, что больше никаких мировых противостояний, гонок вооружений и войн не будет. И с Россией можно сотрудничать. НАТО подписало основополагающие акты, римскую декларацию с Россией о вечной дружбе и сотрудничестве. Поверили. Россия их обманула. Обманула. Заставила закрыть оборонные заводы, производство техники и снарядов. Но никто не готовился к большой войне. Они наверстывают это невероятным темпом. И наверстают. И поможет им как раз вот в этом сильная экономика и ВВП. Потому что у России нет сильной экономики и ВВП. И Россия бегает побираться по Ирану и Северной Корее. Чтобы поставили дронов, снарядов и так далее. А Запад до готовых производственных мощностей не было. Но они все это исправят. И все появится, и все будет. Так что, мне кажется, вы чуть-чуть пессимистично оцените всю эту ситуацию. Hello, Irene. Спасибо вам, Яне и Люцику, за эфиры. Вам большое спасибо, что смотрите и поддерживаете. Вопрос. Война на Ближнем Востоке, это, конечно, трагедия. Как вы думаете, как она может повлиять на мировую экономику? Некоторые предсказывают подорожание нефти. Может ли такое произойти? Это сильно зависит от того, окончится это локальным противостоянием Израиля с Газой и Хамасом. Или это включатся в более крупные игроки, например, Иран. Мы не знаем. Я вот об этом говорил подробно в последней экономической сводке с Майклом Наке. Если будет война Израиля с Ираном, да, это очень сильно повлияет и на нефть, и на мировую экономику негативно. Если это все ограничится локальной войной в Палестине, тогда последствия, конечно, будут тяжелые, но тем не менее, вы видите, например, как цена нефти реагирует. То есть, в самом этом участке Ближнего Востока, где идет война, там нефти и торговых путей ничего нет. Если она там и ограничится, ну, значит, в принципе, ничего для экономики не будет. Хотя, конечно, хорошего тут не то, что мало, а ноль, да. Но, если все это выйдет на более серьезный масштаб и включится, например, Иран, ну, тогда вот это будет серьезная заваруха. Во-первых, Иран – это одна из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Во-вторых, Иран контролирует Армурский пролив. Это вот пролив, который обеспечивает выход судоходный из Персидского залива. То есть, через него проходит более трети мирового нефтяного трафика. И газового, кстати, потому что крупнейший экспортер джиженного газа, Катар, например, он тоже там в Персидском заливе расположен. Кстати, Катар тоже является одним из крупных спонсоров Хамаса. Вот если пойдет разрастание этого конфликта, то тогда, возможно, прям очень большие проблемы для мировой экономики, для рынка нефти. Пока очень трудно сказать. В принципе, видно, что все крупные игроки в регионе, у них, конечно, на уровне риторики обмен там идет жесткий, но они понимают, что вот втягиваться в такую глобальную войнушку, ну, не хотят. Но посмотрим, видно, например, как цена нефти вот на все это дело реагирует. Что как только появляются новости, например, о том, что Иран может теоретически войти в конфликт, цена идет сразу вверх. Как только это успокаивается, она идет вот обратно вниз. Это вот мы могли наблюдать все последние 10 дней. Прошу прощения, вот все-таки у меня не все так хорошо со здоровьем сегодня. Я вижу, кстати, инаки простывший там. Ну, такое вот осеннее, как бы, оно не в первый раз все это дело происходит. Андрей Липатцев. Спасибо за работу вам и всей команде, включая Люцик. Вам большое спасибо за то, что смотрите и за поддержку. Вопрос-просьба. Помогите сформулировать один-два тезиса для западных политиков слева, справа и в центре, которые можно было бы использовать в попытках убедить их занять более жесткую позицию в отношении санкций, просечения экспорта товаров двойного назначения. Что-то вроде «Почему это хорошо для вас и ваших избирателей?» «Пока все усилия моих коллег и меня в этом направлении вхолостую». Ну, вы знаете, во-первых, один-два тезиса я не назову. То есть, нужно это вот, надо понимать, что надо вести системный разговор по широкому спектру проблем. Я не знаю, что конфликт сложный, последствия сложные и не надо упрощать до одного-двух тезисов, но если вы хотите спросить меня про опыт моих разговоров, действует сильнее всего вот что. И это есть, в частности, вот в моих последних видео про альянс НАТО. Когда Россия собиралась напасть на Украину, вот перед полномасштабным вторжением февраля 22-го года, она выкатила странам НАТО так называемое требование о гарантиях безопасности. Типа, ой, нас все обижают, прекратите птичку обижать, иначе мы вот, мы на вас нападем, да. И там содержалось требование, чтобы конфигурация военной инфраструктуры альянса НАТО вернулась за периметр 97-го года. Я напомню, что с 97-го года в НАТО вступило, сколько же, 17 новых стран-членов. 17 новых стран-членов, да. И это фактически значит, что Россия говорит, мы не признаем полноценный суверенитет вот всех этих новых стран-членов НАТО. От Финляндии до Черногории, да. Мы считаем себя вправе диктовать им, как и где, в какие альянсы вступать, какие вооружения где размещать, иначе мы нападем. Как вот напали на Украину. Вот этот аргумент действует сильнее всего. Сейчас про эту вот декларацию о гарантиях безопасности забыли, да. Но ее надо вытаскивать и показывать. Вы думаете, что это все ограничится типа Украины и не придет к вам? Вот. Путин прям говорит устами своего МИДа, что мы придем к вам. Не только к Украине, а ко всем, кто вступил в НАТО после 97-го года. И даже и Западной Европе, и Америке не удастся отсидеться в этих условиях. Поэтому, если вы просите один аргумент, по моему опыту сильнее всего действует вот этот. Но там есть много разных, еще раз, это сложная история, и я не сторонник того, чтобы ее упрощать до какого-то одного-двух вопросов. И смысл общий, что если вы не хотите вложить все силы в победу в одной войне, которая хоть и большая, но все-таки ограниченная, то вы получите большую войну на много фронтов. Если вы вот сейчас не напряжетесь. Это точно такая же история, как с Хамасом. Хамас надо было прикрыть после захвата власти в Газии в 2007 году. А не дать им за эти вот, сколько там, лет разрастись до такого крупнейшего террористического анклава, который способен вот так на Израиль нападать. Вопрос снова про арабо-израильский конфликт. Как вы оцениваете серверной, как вы оцениваете роль ословских обоих соглашений в плане того, что они легализовали правительство Арафата, были по сути левадским демаршем правительства Рабина? Мнение подслушано в сети, и как мне кажется, немного противоречит тому, что вы говорили об этих соглашениях раньше. Ну, вы знаете, в Израиле принято их критиковать сейчас, но да, их можно было скорректировать со временем. Но, обратите внимание, что да, они легализовали правительство Арафата, продолжением правительства Арафата является вот Вестбэнк, западный берег реки Иордан, во главе с Абумазином, как его там называют, да, по официальному, который преемник Арафата. И Фатх, и Западный берег на Израиль не нападают. Напал Хамас, который как раз выгнал Фатх из сектора Газа. Поэтому, если бы не пришел Нетаньяху к власти, если бы соглашения Восла выполнялись, то между Израилем и Палестиной был бы сейчас, возможно, худой, но мир. А когда, значит, пришел Нетаньяху и сказал, что все, нам эти соглашения Восла не нужны, а в Газе пришел Хамас, который захватил власть и выгнал вот партию Арафата, грубо говоря, да, сказали, был Арафат, а мы еще больше террористы, чем Арафат, да. И, соответственно, ну, понятное дело, когда все идет вот в радикальные стороны, вот в обеих лагерях, ну, где-то они вот, где-то столкнутся. Не надо было вести в Иерусалиме демонстрации с гробом Ицхака Рабина и призывами к его убийству. Надо было выполнять соглашение Восла. Возможно, да, их адаптировать и улучшать и так далее, да. Но то, что две стороны взяли такой радикальный курс, то есть Хамас-то соглашение Восла не подписывал. Их подписывал Фатх, который находится, в принципе, в состоянии мира с Израилем. А, соответственно, Хамас – это другая, совсем гораздо более радикальная сторона. И, соответственно, в Израиле пришли к власти тоже более радикальные люди. Которые, в общем, говорили про арабов там, не будем говорить, как они их называли, да. То есть, ну, явно не считая их за людей, да. Ну, понятное дело, что дух соглашения Восла, еще раз, букву можно было править. Но дух соглашения Восла умер. Радикальные израильские террористы убили Ицхака Рабина, архитектора мирного процесса Восла. А в Газе пришли к власти радикальные палестинские террористы из Хамаса. Вот они, значит, между собой выясняют сейчас отношения. Вот, соответственно, там мирное население Израиля и Газы, вот оно находится в заложниках всего этого дела. Надо было выполнять соглашение Восла. Да, может быть, совершенствовать, но дух этих соглашений был абсолютно верный и они вполне могли договориться и жить в мире. Понимаете? Если Израиль мог вот теоретически подписать соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией, а до этого с Эмиратами там или Бахрейном, почему они не могли мир с палестинцами подписать? Могли. И как раз вот вы говорите, террористы Арафата, вот последователи Арафата сейчас в Западном береге находятся и не нападают на Израиль. На Израиль напал Хамас, который как раз Фатх оттуда выгнал. Вот такая вот история. Вы говорите, что подслушаны в сети, в сети любят часто упрощать. Мы здесь вам даем более комплексную, реалистичную картину того, что происходит. Подписывайтесь на наш канал. Не могу прочитать ник, попробуйте сами, если вы его идете на экран. Спасибо за вашу работу, вам спасибо, что смотрите и поддерживаете. Недавно переехал в Узбекистан, местные вклады обещают 21% годовых с ежедневными выплатами местной валюте. На полтора года можно положить под 25%. Выглядит как раздача денег. Расскажите, пожалуйста, про экономику страны. Чем обеспечены такие выплаты по вкладам при ключевой ставке 14%? С кем под руку идет узбекский сумм с рублем или долларом? Ну, конечно, Россия ключевой торговый партнер Узбекистана. Я не очень в курсе деталей про узбекскую экономику, но там высокая инфляция. Она была больше 12% в прошлом году, по-моему, сейчас поменьше. Не знаю, не могу вот так на вскидку сказать, но при высокой инфляции вот ставки по депозитам, по вкладам выше 20% меня не удивляют. Это, по-моему, довольно естественное такое объяснение. АЛ или АИ, два Климов. Здравствуйте, Владимир, спасибо вам за работу, спасибо вам, что смотрите и поддерживаете. Смотрю вас у Майкла Наки, обсуждал там озвученное с бывшим мундепом, которое недавно сбежало, сбежало поповское слово, релацировалось. Она объясняла мне достаточно убедительно на конкретных примерах, почему жизнь не так уж хреново в экономическом бытовом плане, по крайней мере в Москве. Короче говоря, соотношение цен и доходов. Я подумал, может быть, что вами описанные тренды отрицательного экономического роста продолжаются, но достаточно стабильно. Так сказать, стабилизация тренда на пониженном уровне. Достаточно стабильно, чтобы в самом протестном городе не возмущались. Ну, кстати, в Москве самые сильные протестные настроения. По крайней мере из-за пустого холодильника. Люди же любят Путлера за стабильность. Смотрите, несколько моментов. Первое. У людей как бы высокая адаптивность к кризисным ситуациям. А посмотрите, что говорили о ситуации в экономике прямо перед началом полноценной войны. Вот, условно говоря, в середине февраля 2022 года. Ну, крылья же последними словами. Вот просто на любом форуме, везде, на любом в офисе, всю экономическую ситуацию, цены, зарплаты, отсутствие перспектив. Просто крылья последними словами. Под любым выступлением Путина в интернете, на любом региональном форуме. И вдруг. Начинается война. Экономическая ситуация становится вот хуже. Ну, это факт. Вот, что бы вы там про мои оценки не говорили. Вот она хуже сейчас, чем была до начала полномасштабного вторжения. Но люди начали говорить, все отлично. Вдруг, когда ситуация была лучше, они говорили, прям, все плохо. А тут они начали говорить, все отлично. Это говорит о чем? О том, какая ситуация или о психологии людей. Ну, конечно, скорее о психологии людей. Что идет какие-то беспрецедентные, вот такие очень тяжелые события. Люди надевают шапочку из фольги и говорят, не, у нас все нормально, нас ничего там не касается. Это вот момент номер один. Момент номер два. Я прожил в жизни через много экономических кризисов и всегда есть одна закономерность. Еще начиная с 80-х годов и советского времени. Экономисты говорят, ситуация жопа и все идет к еще более такому сложному слову из шести букв. А люди говорят, да, ничего страшного. Вы их увидите только уже, когда случился дефолт, все обменники закрыты, курс вырос в три раза и вот они у этих обменников стоят в очередях. Вот тогда у них все становится плохо. Пока идет развитие кризисных явлений, экономисты об этом говорят, никто ничего не слушает. А еда же есть в магазинах еще, да. Им говорят, она скоро исчезнет. Она говорит, не, ну пока же есть, значит вы все это брешите, там вы сто раз уже обещали. Третий момент. Сравните вот нынешнюю ситуацию с ситуацией там пяти-шестилетней давности. Когда Путин, например, проходил процедуру переназначения на новый срок в 2018 году. Тогда говорили про национальные проекты, про возвраты к высоким темпам экономического роста. Про то, что значит у нас будет население богатеть там 25 миллионов квалифицированных рабочих мест. Сейчас забыли про рост устойчивый, про рост благосостояния. Сейчас критерием успешности является то, чтобы пожрать еще что есть. Понимаете? Ну я-то вот, у меня память хорошая, я все это помню. Я все это, значит, летопись этой экономической дискуссии веду. Пять лет назад стесывали языки. Сейчас заработают нацпроекты, будет невиданный рост благосостояния. Сейчас говорят, а видите, у нас еще есть жратва в магазине. Она совсем не исчезла. Поэтому, понимаете, не надо ориентироваться на вот эту защитную реакцию людей, что, а, у нас все хорошо, там, не все так плохо. Ну особенно в Москве. Ну понятно, в Москву стекаются все деньги со всей ограбленной страны. Давайте уж называть вещи своими именами, да. Поэтому в Москве бюджет больше, чем, ну до войны был больше, чем военный бюджет всей России. Поэтому Москва – это такой себе показатель. А так, в целом, не очень хорошая ситуация. И в основном реакция у людей вот эта психологическая защитная. Потому что жить стало хуже, дороже. Я показывал цифры, не знаю, сейчас, может, и нету у нас под рукой. И из-за последнего опроса Левады, они там делают такой график. То есть до полномасштабного вторжения примерно половина говорила, ну там 40 с чем-то процентов, говорила, нормально жить, вообще без проблем. Половина говорила, что трудно, но справляемся. Сейчас только 25% говорят, что жить можно. Из них 6 говорят, что жить хорошо и жизнь улучшается. 70% примерно, пополам так вот, по половинке, да. Говорят, что одна половинка говорит, что жить можно, но очень трудно. Вторая говорит, что жить уже вообще так больше невозможно. И это резко поменялось. Угадайте, когда? С марта 2022 года. Прямо резкий скачок. Вот количество людей, которые находятся в зоне относительной нормальности и благополучия, 25%. Поэтому вот это просто объективно, это подтверждается всеми экономическими данными. Думающий о Римской империи. А у нас что-то не было конкурса ников. Давайте его занесем сюда. А давайте-ка я дальше посмотрю. Что-то у нас какие-то ники сегодня плоские. Ой, что-то не, отличные ники, просто это. Думающие о Римской империи. И вот я просто просматриваю. А лучший в мире стиральный порошок у нас же был уже, да? Золотой люцик от всех проблем. Вносим, да? Вложение. Да? Был раньше или не было? Это переделан из старых. Ну, то есть мы включаем его или не включаем? Да. Сибирский песец. Как тебе? Мне нравится. Вот, давай сибирский песец. А нам три же надо, да? Лучше три. Лучше три. И сейчас, секундочку, друзья, я просто, мы тут небольшой конкурс ников сейчас запустим. И вы в комментариях же, да, в комментариях к стриму сможете проголосовать. Давайте, знаете что, неполиткорректный ник, но мне понравился. А где же он? Свиной болт на воротник Хамасу. Записываем? Да. Вот. Хорошая идея. Короче говоря, вот три ника можете голосовать. Конкурс. Итак, что же нам пишет думающая о Римской империи? Вопрос такой. Существует ли произраильский байас среди политиков на Западе? Нахожусь в Канаде, вижу сейчас огромное количество пропалестинских протестов, граффити-листовок. Большинство этих людей не поддерживает Хамас, но жестко против Израиля с такими, по-моему, легитимными аргументами. Ну и дальше там вот перечисляется про все это против гражданского населения. Вы знаете, вообще я сам хочу сказать, как гуманист, да, что когда я вижу, как утюжат вот мирные кварталы, я понимаю причины, но я вот тоже вот у меня нету вот здесь. Я бегать и орать там уничтожить всех этих арабов, значит, как зверей не буду. В Женевской конвенции не такое написано. Может в вашем Ветхом Завете что-то такое написано, а вот в моей Женевской конвенции написано другое. Поэтому здесь я хочу сказать, проблема с байасом. Байас – это кто не знает английского, учите, кстати, английский. Это очень важное знание в жизни. Байас – это вот у кого-то, когда есть предвзятость какая-то в одну или другую сторону. Сейчас вот читаешь, вот все в байасе. Есть очень много политиков, которые прямо говорят, Израиль самый замечательный, все, что он делает, это классно. Есть вторая часть, значит, которая говорит, Израиль агрессор, убивает мирных арабов, значит, вот фашисты, там, апартеид и так далее. Куда бедному центристу податься в этой ситуации, да? То есть, ну реально, действительно настолько поляризованный конфликт, что вот эта вот, как бы, волна некритичных оценок с одной и с другой стороны, ну она зашкаливает. Мы не выйдем из этого, пока горячая стадия там идет, и вот все эти жертвы и страдания и так далее, да? Ну, люди, реакция какая? Люди видят жертвы и страдания, ах, они звери, значит, нас зверей уничтожат, да? И вот то самое, оно происходит и с другой, и с одной, и с другой стороны. Это, кстати, знаете, вот было тоже, я, например, у меня с многими вот политиками на Западе идут дискуссии большие на эту тему. Ну, я, например, вот вы извините, да, я что-то скажу, я чувак прямой, да, говорю все как есть. Я считаю варварством союзнические бомбардировки Дрездена в конце Второй мировой войны. Десятки тысяч мирных немцев погибли, военный смысл такой себе был, да? Вот, ну то есть такие вот, ну вещи, понимаете, их надо вот оценивать достаточно объективно, хотя, конечно, да, все против гитлеровской Германии, но был некий элемент перебора. Вот в союзнических бомбардировках немецких городов, да? Вот, поэтому та же дискуссия по бомбардировкам Хиросимы и Многасаки, ну тоже легитимная, вот как вы правильно говорите, дискуссия, да? Поэтому я считаю, что, понимаете, мы не должны становиться вот око за око и зуб за зуб, это не наша, не наша кредо. Как говорил Барак Обама, когда американцы убили Бен Ладена, ему говорят, а покажите фоточки-то, фоточки, где он там снесенный Бен Ладена полбашки, да? Все хотят посмотреть, как Бен Ладен без полбашки, там классный его там, значит, кровь, кишки и так далее, да? А Барак Обама говорит, а мы не такие, мы не будем вот такие фотографии выставлять на публику, да? И в этом смысле, вот, мне кажется, что за всем этим кровавым месивом надо помнить идеи гуманизма, христианства в том числе, вот, воюющие стороны там на Ближнем Востоке, они христианами не являются, еще раз, для них вот этот Новый Завет и евангельские ценности, они, в общем, там, ничего не значат, да? Вот, мы должны помнить о том, что мы все-таки в 21 веке живем, что женевские конвенции все не из воздуха появились, да, и они потом и кровью пропитаны, да, вот, и вот я считаю, что все-таки в этой ситуации надо оставаться гуманистом и про это гуманистическое начало помнить, да, и да, безусловно, на Израиль совершено жестокое террористическое нападение, Израиль будет отвечать и имеет право отвечать, но, как вы говорите, вот этот байос, да, он есть, и это очень печально. Айси Хот, 100 чешских крон. Есть ли шанс, что Китай вместо Тайваня нападет на Сибирь? Сибирь имеет много ресурсов, которые могли бы стимулировать экономику Китая. Большое спасибо вам за поддержку. Смотрите, как мы знаем, вот, по опыту всех последних нападений и войн, надо всегда быть готовыми к любым вариантам. При том, что Китай, это же вот не только сегодняшний Си Цзиньпин. Есть большие риски, что в будущем в Китае к власти придут гораздо более агрессивные и националистически настроенные люди, по сравнению с которым вот нынешнее руководство покажется еще овечками. То есть риск есть всегда. Почему в целом, я вот с реалистичной перспективы это не считаю вероятно. Китай в целом ни на кого не нападает. Он затягивает своими всякими удушающими денежными и вот прочими такими захватными приемами, да. То есть видно, что он целый набор государств Азии, Африки и Латинской Америки подсадил на денежную иглу. Купил там элиты и правительство. Мы видим, как он то же самое сделал с Гонконгом. Подкупил там большую часть элиты и общества деньгами. Там есть такой вот пропекинский политический лагерь в Гонконге. Использовал в принципе юридическую основу для того, чтобы вот когда там постепенно отжимать, там истек договор с Великобританией. Великобритания ушла из Гонконга. Постепенно, постепенно они по чуть-чуть начали наводить там свои порядки. Они не нападают. Еще раз повторю, что последний раз, когда у Китая была относительно небольшая война, это был 79-й год. Почти 50 лет назад, да. И они понимают, я думаю, что после нападения Путин на Украину, они хорошо понимают серьезные издержки большой войны. То есть в отличие от вот многих людей в России, которые говорят, да, у нас ничего, все нормально, санкции не влияют, еще еда-то есть. Вот руководство Китая видит, какой колоссальный урон Россия получает от того, что втянулось в большую войну. Я думаю, что вот это в итоге Китая остудит от каких-то таких вот авантюр. Тем более, что Сибирь очень большая по площади, мне не надо вам это рассказывать, да. А там, мягко говоря, вот с точки зрения китайцев, есть там определенные проблемы с климатом, да. То есть там войска вот сложно размещать. Это вам, понимаешь, не Донбасс и не Запорожье, да, где климат потеплее. Поэтому это суперсложно с географической и логистической точки зрения. Тем более, зачем? Когда можно поддерживать просто вот с их точки зрения, да, марионеточное правительство в Москве, которое и так им отсасывает. Я извиняюсь за выражение. Вот сейчас Путин ездил, проводил соответствующий сеанс в Пекине, да. Поэтому не знаю. То есть готовиться всерьез воспринимать вот перспективу обострения отношений с Китаем в будущем надо. И Россия должна быть защищена от этого. Но вот какой-то конкретной перспективы, кроме гипотетической, я пока вот не вижу и Китай в целом действует пока, по крайней мере, не так. Так, Милена Сайдер, 9,99 долларов. Большое спасибо за поддержку. Вот продолжение вопроса, почему бы всем в день выборов не прийти там в одно время, типа в полдень, чтобы показать, сколько нас много. Я слушал ваш эфир с Резником. Сначала этот эфир. Спасибо за ответ на мой вопрос. Согласна, что надо согласовывать усилия всех, чтобы это получилось. Тогда туда придут и те, кто устал от войны. Ну вот если вы хотите, чтобы это получилось, пишите всем. Я не против такой идеи, но здесь нужен широкий консенсус. И от меня здесь одного далеко не все зависит. Так что идея неплохая, я совершенно не против. Но нужно найти какую-то одну, эту или другую идею, вокруг которой соберется максимально широкое число людей. Мередит Тунгстен, 25-20. Никогда не мог понять, пожалуйста, объясните, на какой конкретно стадии фальсифицируются выборы в России. Зачем по-идиотски вбрасываются пачками бюллетень, если, как я понимаю, власть контролирует избирательный орган, может попросту выдать любые цифры. Ну вот смотрите, там длинный вопрос. Суть в следующем. Что в предыдущие годы, за что сейчас руководство Голоса и Григорий Милконян сидят за решеткой, была масштабная движуха с многими тысячами наблюдателей на участках. Вот я сам сидел на выборах 2011 года наблюдателем на участке в Госдуме весь день до 7 утра. Даже, извиняюсь за уражение, пописать не сходим. Ну буквально в смысле слова. Вот. И когда сидит наблюдатель, то очень сложно, в том числе и пачку вбросить, ну видно это сразу. И потом, когда ты достаешь урну, вот эта сложенная пачка бюллетеней у тебя видна. Ну избиратель так не голосует, он сует бюллетень по одному. А когда пачка, и там одинаковый, значит, крестик проставлен, ну видно это дело. Вот. И наблюдатель дотошно контролирует подсчет голосов там, чтобы все вносили в протокол правильно. В основном, раньше, до введения так называемого электронного голосования фальсифицировали в тех регионах, где наблюдателей нет. Или мало. Там приписывали просто вот любой результат. Там, я не знаю, 90% за Путина и Единую Россию. Было очень много регионов, которые мы покрывали, оппозиция покрывала наблюдением, где было, ну, например, вот на выборах там, скажем, Госдумы 2016 года, я вот помню, что было там, типа, порядка 40 регионов, где у Единой России было менее 50 и даже, по-моему, менее 40% голосов. Но во всех остальных, прежде всего, где это не контролируется, это вот так называемые электоральные султанаты, да, то есть это вот республики Северного Кавказа, по Волжье, где нету просто вот задавлена вся независимая политика, там такая диктатура в диктатуре, там еще хуже обстановка, чем, например, в крупных российских городах. И вот там просто рисовались фантастические там какие-то огромные результаты за власть. В среднем это давало власти преимущество по всей стране. То есть вот все зависело от наблюдений. В последнее время появилось что? То есть у нас очень резко изменилась система выборов сейчас. Вот на выборах президента она будет просто совсем другая, которая у нас была только в советское время. Или вот как у Лукашенко. Когда наблюдателей на участках нет, и вы можете рисовать любые результаты, и когда есть еще электронное голосование, которое мы вообще не понимаем, как оно работает, и там можно просто любой результат туда ввести. Вот на такой стадии у нас фальсифицируются выборы. Такого никогда еще не было, чтобы и без наблюдателей, и с вот этим масштабным электронным голосованием. Поэтому я и говорю, что я вот очень скептичен к этим мартовским выборам, потому что потому что я не вижу в новых условиях, как можно всем вот этим фальсификациям противостоять. И вот хвостик вопроса был про Лукашенко, что типа он круче Путина. Смотрите, Лукашенко раньше захватил власть. Он фактически еще в конце 90-х уничтожил, в том числе физически убил многих своих политических оппонентов, полностью ликвидировал институты демократии, и вот создал такую систему, где он фактически может делать все, что хочет. Путин делал это только в последние годы. До этого были масштабные протесты, и он был вынужден считаться с общественным мнением, поэтому он всю оппозицию возненавидел, посадил или выдавил из страны. Потому что Путин понимал, что если этого не сделать, то протесты будут и против войны, и против этих выборов и так далее. Поэтому он перешел просто к полной такой вот полноценной сталинской системе. Она сейчас в России гораздо жестче, чем то, что было там при Брежневе, при Андропове. Я все это, я знаю, о чем я говорю, потому что я все это хорошо помню. Прошу прощения, все-таки горло и кашель немножко меня не отпускают, но мы движемся уже к финишу. Авид Шоугоер. Я, кстати, напоминаю, что у нас конкурс ников идет в комментариях, можете голосовать там. Брежнев взял Афганистан, Бегин взял Бейрут. Это цитата из Пинк-Флойда, если кто не в курсе. Как думаете, что возьмет Нетаньяху? Поделитесь, пожалуйста, вашим прогнозом ситуации вокруг Израиля. Ну, Брежнев и Бегин из Афганистана, из Бейрута в итоге вынуждены были уйти и закончили плохо. Вот Бегин, Минахин Бегин после неудачного вторжения в Ливан в 82-м году, кстати, много аналогий, он вообще ушел из публичного поля, ушел в отставку и так далее. Как думаете, что возьмет Нетаньяху? Я думаю, что отставку и позор после того, что он допустил вот такое вот кровавое вторжение Хамаса и неспособность с ним разобраться. у наземного вторжения в газ очень сложная перспектива и это тяжелое дело. Непонятно, я вот говорил уже о том, что вот многие американские коллеги говорят, что нет у Израиля плана, что политически делать с газой после того, как они ее захватят и Хамас будет уничтожен. Думаю, что это может реально напоминать ту же Ливанскую войну 82-го года, пока решения не вижу, вижу вот реально, что перспективы ультраправого кабинета Нетаньяху очень плохие и надеюсь, что после уничтожения Хамаса все-таки вопрос будет о том, чтобы вернуться к мирным переговорам с той мирной частью палестинцев, которые вот в этой агрессии против Израиля сейчас не участвовали. Другого варианта я не вижу, вот как удерживать газу силовым путем там много лет это все проходили в Ираке, в Афганистане, да и сам Израиль с этим сталкивался, он не зря из газа в свое время ушел. Не вижу, как можно это будет легко сделать. Роман Истомин. Пытаюсь понять, хреновая ли идея использовать архитектуру насилия в путинском режиме против исполнителей политических репрессий. например, начать выдавать токены за убийство людей из черного блокнота. После смены режима токены будут давать какое-нибудь смягчение наказания всяким членам ЧВК и так далее. Роман, это не ко мне. Я точно не специализируюсь по всяким таким вот карательным операциям, да, это просто не моя территория, я сторонник другой стратегии. Стефан Гусев, 5 евро, спасибо большое за поддержку. Владимир, вы часто и умело используете леватскую риторику в ваших роликах, я очень позитивно к этому отношусь, насколько осознанно вы это делаете. Я никогда не использую леватскую риторику, есть очень много штампов по этому поводу в интернете, которые видимо повлияли на ваше мнение о том, что я говорю, давайте избавляться от штампов, я использую разумную центристскую и гуманистическую риторику, просто некоторые люди ультраправых взглядов, они к гуманизму относятся вот как к левачеству, ну, от людей ультраправых взглядов не меньше проблем, чем от людей леватских взглядов, они примерно из одного все тесто сделаны, хотя вроде как у них вроде как у них риторика политическая разная, но это только так кажется, на самом деле они очень похожи тем, что привержены каким-то вот таким книжным человеконенавистническим идеологиям, я выступаю с центристской риторикой пан Блэкмар бывает ли ставишь инсту лайкаешь котиков, собачьих, гепардов всяких смотришь, а там Милов Ру тоже лайкнул, приятно, когда политик по-настоящему хорошо относится к животным, спасибо за работу вам и команде, большое спасибо за поддержку и теплые слова, понимаете, подлый инстаграм как работает, что если ты лайкнешь одного гепарда, у тебя сразу просто все в рекомендациях вылезает с этими гепардами, ягуарами, леопардами и так далее, вот, главное не лайкнуть какую-нибудь голую женщину, иначе тогда просто все, там, не приком инстаграм нельзя будет открыть, вот, а зверюшек, ну, вы знаете, что у меня очень теплые отношения со зверюшками, они меня все любят, вот, и это взаимно, вот, видите, тут периодически, а что, Люцик спит уже, да, побыл, значит, в спотлайте, и, Люцик отработал сегодня эфир и пошел отдыхать, вот там Фрэнк меня за дверью ждет, так, пока я с вами тут сижу, там мой песик скучает, зверюшки, они наши прекрасные друзья, и очень много теплоты приносят в этот мир, который вот люди, к сожалению, из этого мира забирают, Иван, знакомого посадили на 13 лет за поджог военкомата в марте 22-го года, что мне ему сказать, когда я приду к нему в колонию, ведь, судя по всему, наша либеральная оппозиция даже в такой тяжелый момент не может объединиться, как белорусы, например, это сделали, а если нет объединения, то и Путину будет легко пройти эти выборы, и не только эти, и вам повторили просто все штампы, первое, что сказать, не знаю, что сказать, потому что, ну вот эту тему очень часто разбирали Майкл Наки с Русланом Левиевым в своих сводках, что, к сожалению, никакого ущерба реального от поджогов военкоматов нет, ну, чуть-чуть обуглили стену, ну и что, стоило ли это того, а не лучше ли было вместо вот радикальных методов, заниматься тем, чем мы говорим, информационной работой с населением, листовки распространять, людей убеждать, это гораздо эффективнее, чем кинуть коктейль Молотова, чуть-чуть обуглить стену и сесть на 13 лет, не знаю, я очень сочувствую вашему знакомому, но не те эти методы, не те эти методы, если вы хотите перейти к силовым методам, надо переходить к таким методам, которые дают результаты, а просто вот кинуть бутылкой, поджечь, спалиться и сесть, ну, вот дальше, значит, что касается выборов, ну, нет выборов, Путин отменил выборы, ввели другую систему, которой раньше не было, она не позволяет контролировать даже подсчет голосов, как белорусы объединились, да ничего они не объединились, ну, тоже надоело это выслушивать, но они все время между собой ругаются везде, вон Цепкало, бывший кандидат президента подал в суд на Еврокомиссию за то, что они везде принимают только Тихановскую и не принимают его, ну, у них тоже там, почитайте, они друг друга там, у полка Калиновского с офисом Тихановской большой конфликт, ну, что вы выдумываете, повторяете штаб, про объединение оппозиции я уже тысячу раз повторял, оппозиция полностью едина в том, что она делает, примерно одни и те же вещи и довольно синхронно, создавать из нас КПСС демократическую, это вредно, приведет только к новому раунду скандалов и конфликтов, ну, заканчивайте, повторять штампы, я много раз это все объяснял, и у меня была статья на инсайдере, большая, найдите там вот на сайте инсайдер, раздел мнений, где есть Владимир Милов и там все мои тексты, вот буквально там три-четыре месяца назад была статья про объединение оппозиции, что оно по факту есть, а вот эти все муссирования разговора, что вам надо сесть в один президиум, они вредны, и у нас такой период уже был, когда мы создавали все эти координационные советы, просрали кучу времени, а надо было делом заниматься и с избирателями работать в этот момент, поэтому вот, Иван, не повторяйте, не повторяйте стереотипов. Коржик молочный, понимаю, что уже не очень актуально, все равно хочу написать, были дебаты Наки и Каца, Наки хорошо подготовился, но в итоге большинство проголосовало за Каца, что с этим делать и так далее. Ну, смотрите, я не смотрел, я вообще считаю, что вот такой манипулятор, как Каца, он будет жить только до тех пор, пока мы его сами приподнимаем и делаем из него фигуру, обсуждаем его все время. Это не надо делать, не надо о нем говорить, не надо давать ему эфиров. Он отомрет сам, потому что у него нет содержания. Все, что он сообщает людям через свои видеоролики, там очень много неправды и искаженных фактов. Люди разберутся в итоге. Всегда с этими политическими и финансовыми Мавроди в итоге разбирались. А если не разберутся, к сожалению, это вот огромная трагедия. Я очень хотел бы, чтобы все фанаты, искренние фанаты Каца, они чем-то полезным занялись. Но, понимаете, пока они вот в этой религии, значит, они не будут пользу приносить, они будут делать только то, что говорит Каца. Что с этим делать? Рассказывать какие-то серьезные вещи. Обсуждать серьезно там стратегию действий, политическую, экономическую ситуацию, общественное мнение. Вот как мы стараемся делать. И видите, что аудитория растет. Тот же мой канал растет. Ну, он меньше, чем у Каца, но он большой. Почти полмиллиона подписчиков больше, чем у многих журналистов там известных и так далее. Вот этим надо заниматься. Я считаю, что вот я всегда говорил, мне говорят, а вот сделайте видео там по поводу того, почему там Каца не такой или не прав. Ну, вот Наки решил сделать. Много вы переубедили вот эту религиозную аудиторию? Нет. Они очень многие, там голосовалка началась еще до того, как он начал говорить, и он уже выиграл. Ну, то есть, это вот религиозно-фанатский такой подход. Поэтому, на мой взгляд, здесь спорить бесполезно. У меня вот были дебаты с Кацем полтора года назад на Навальный лайф. Я оказался сто процентов прав. Кац говорил, что будет много перебежчиков из власти, надо их стимулировать. Я говорил, что никого не будет, надо не тратить время, и Марина Овсянникова была там, типа, последней. Так и оказалось. Все это было сотрясание воздуха, как и сейчас вот про эти выборы. Что надо делать? Надо людям реально объяснять. Вот как я объясняю, что такое из себя представляет это голосование в марте. Я вижу, многие слушают, воспринимают эти аргументы, они, может, и пойдут проголосуют. Я не против. Но не надо вот к этому относиться, как к такому лучу надежды. Последний решительный бой. Никакого боя там не будет. Вам все нарисуют просто и подадут Путина на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому я вижу очень много вот этой вот канализации протестной энергии в какие-то фантомы. То раскол элит, то поддержку Пригожина, то поддержку РДК, то поддержку КАЦа, там, и выборов, там, каких-то, да. Людям очень хочется волшебную кнопку, чтобы быстро что-то вот типа решить. Но кнопки нет. Это осознание дается очень тяжело, поэтому продавцы волшебной кнопки хорошо зарабатывают. Такая вот часть людской психологии. Кто сможет разобраться и понять, тот поймет. Мы должны дать им эту пищу и возможность для этого. Лучший в мире стиральный порошок? У нас же был в конкурсе НИКОВ. А что у нас конкурс НИКОВ, кстати говоря? Идет. Идет пока. Добрый день, Владимир и команда. Не устану благодарить вас за труд. Спасибо, спасибо большое и вам за то, что смотрите, за поддержку. Вопрос касается глобальной политики. На своем последнем субботнем стриме Федор Крашенинников, спасибо за рекомендацию, подписан теперь на него. Видишь, Федя, я тебе принес кого-то в клюв. Говорил, что ООН создавалась не как справедливая организация или место всеобщего представительства. Насколько вы согласны с таким утверждением? Насколько оно кажется вам справедливым? Вообще в мире, конечно, творится жесть сил вам, нам и всему свободному цивилизованному сообществу вам тоже про жесть это, как говорится, как нельзя более в точку. Я не слышал, что говорил Федор Крашенинников, но смотрите, действительно есть такая тема, что все считают, что ООН это какой-то такой глобальный парламент. Нет, это не глобальный парламент, это, во-первых, организация, которая создавалась победителями во Второй мировой войне. Поэтому, когда вот там говорят, что вот, а вот почему есть какие-то неравенства и постоянные члены Совета безопасности ООН, вот эти пять постоянных членов это страны-победительницы во Второй мировой войне. Они создали его после своей победы. Создали они ее для того, чтобы была все-таки хоть какая-то площадка для диалога даже между совсем разными и жестко противостоящими друг другу системам. Чтобы этот дипломатический глобальный диалог не прекращался. А не для того, чтобы было какое-то равное представительство и там решались какие-то глобальные вопросы. Поэтому да, в ООН действительно не очень много справедливости, но она после войны создавалась и не совсем для этого. Аннообис, если я правильно прочитал, на прошлом стриме вы упоминали необходимость регулирования деятельности IT-корпораций, ибо они зачастую игнорируют мнение людей и делают все только ради выгоды. есть предложение того, как это можно делать. Знак вопроса. Ну, конечно, но это очень серьезный вопрос. Там много разных аспектов, да, где они манипулируют своей рыночной властью. Становится история, как Google и YouTube скрыли дизлайки, проигнорировав протест пользователей и так далее. Особо против них ничего не сделаешь, лучше площадки, чем YouTube нет. Вот поэтому, на мой взгляд, основной вот эффект от политики поддержания конкуренции в IT-секторе должен быть в том, чтобы обеспечить свободный вход на рынок новым перспективным проектам и стартапам, чтобы крупные гиганты не мешали им состояться и завоевать аудиторию. Вот в этом доступе на рынок, на мой взгляд, ключ. Хотя это очень сложная система, там много параметров, много параметров, которые надо регулировать, анализировать и так далее. Игорь Сосницкий, спонсор 13 месяцев. Очень круто, большое спасибо вам. Что можете рассказать про выборы в Венесуэле? Очень им сочувствую, хотелось бы, чтобы это как-то закончилось. Там идут переговоры между администрацией США и Мадуро о том, чтобы провести свободные выборы в обмен на снятие санкций с Венесуэлы и в том числе на допуск венесуэльской нефти на мировой рынок. Посмотрим, пока ничего не могу сказать. Я бы режиму Мадуро не доверял, но видите, у американцев ситуация такая сложная, они маневрируют между многими разными силами в мире, им в том числе и нефть нужна в условиях, когда Сауды сокращают добычу и цена там растет. И они пытаются как-то вытащить Венесуэлу из лап вот этих всех диктатур. Посмотрим, такая вот, как говорят, гэббл, рискованная ставка на все это дело. Думаю, что мой прогноз Мадуро обманет. Но посмотрим, вот интересно, интересно, что американцы им предложат. М. Пугачев, просто спасибо за два доллара, огромное спасибо вам за поддержку. Волкин, спонсор шесть месяцев. Спасибо за эфир, здоровья Владимиру. Спасибо. Ничего такого сложного, он горло, видите, для голоса, для эфира пошаливает. И Китикета Люцику. А он, Китикет, по-моему, не ест. Чего он ест? Он ест дорогой спецкорм, был вопрос, но длинный, к следующему эфиру постараюсь разобраться, как его задать. Важен только один, один вопрос в одни руки, но ждем вопроса. Михаил Беленко, 200 тысяч индонезийских рупий. Спасибо, Владимир, за столь замечательную работу, посылаю лучики добра, очень приятно, вам большое спасибо за поддержку. Ярослав Веревкин, 5 канадских долларов, можно ли убийство Муссолини считать примером успешного вооруженного свержения диктатуры? Мне вчера привели этот пример. А ничего, что там союзники пол-Италии уже отхватили вооруженным путем? Я хочу снять, я вот работаю над сценарием про все вот эти свержения власти вооруженным путем. Там один миф на другом. Чаушеску никто вооруженным путем не свергал, его убрали собственные генералы, а Ленин ничего вооруженным путем не свергал. Он вернулся вообще в Россию, когда царскую диктатуру уже свергли. Он подобрал власть у слабого временного правительства, когда она лежала на полу, да? То же самое с Муссолини, нормально такой. когда диктатура Муссолини полностью контролировала Италию, никто его не свергал. Его убили, когда уже все там заканчивалось и он был между двух огней. С одной стороны, союзники уже заняли пол Италии, а с другой, Гитлер, поскольку потерял к нему доверие, просто оккупировал Северную Италию сам, да? И в общем у Солини уже был никто в этот момент. Леонид Фазулин, 15 шекелей. Как вы относитесь к чекам, как к платежным инструментам для физлиц? Очень плохо, потому что непонятно, где их принимают, где нет. Эффективность платежного средства для физлиц определяется тем широтой приема, где им можно расплатиться. Давид Турова, спасибо большое за поддержку. Давид Турова, привет моему любимому, милову и его команде, спасибо за совет почитать Why Nations Fail, почему одни страны богатые, другие бедные, Даррена Джимоглу и Джим Робинсон, шикарная книга, читаю сам на английском, советую своим ученикам, спасибо за цикл про нулевые, как раз было интересно узнать и про Белых, и как при нем развивалась Кировская область, спасибо большое за приятные слова и за поддержку. Вопрос от Давида Турова, после переизбрания Путина, ждет ли нас хардкоровый концлагерь, блокировка Ютуба, мобилизация, закрытие границ, продоразвездка и прочие ужасы. Путин боится общественного мнения. Вы должны это помнить, это должно воодушевлять. Он бы выборы вообще отменил и не проводил. Если бы вот он не интересовался тем, о чем люди про него думают. Люди отмену выборов воспримут плохо. Концлагерь, репрессии, закрытие границ, мобилизацию воспримут плохо. Поэтому он этого не делает. Он может это все сделать, это не исключено, он пошел уже дурить, но это приведет к падению его популярности. И это мы видели примерно как происходит, когда вот он объявил мобилизацию год назад. Он испугался больше это делать и это очень хорошо. Если он пойдет истерить, популярность пойдет падать быстрее. То есть это сообщающиеся такие сосуды и этим надо пользоваться. А что, работает голосовалка? Да, я сейчас подведу итоги после следующего. Да, после следующего вопроса, там что-то с голосовалкой по никам были какие-то проблемы. Любизники, любизар. Что-то авангардное такое. Вопрос на любимую вашу тему. Раз ФБК как экстремисты не могут выдвигать кандидата, то что мешает Кацу Ходорковскому и так далее, вместо истерик про объединение, попытаться каждому отдельно выдвинуть своих кандидатов на выборы президента. Ну вот в этом и вопрос. Хотят, пусть участвуют. Кто мешает-то? Это первое. Второе, я вообще считаю, что просто надо в духе, вот как они там подписали берлинскую декларацию, прекратить атаки на команду Навальную и фонд борьбы с коррупцией. Просто прекратить. Вот застегнуть себе рот вот так и ничего плохого про команду Навального не говорить. Вот я думаю, просто мир станет от этого лучше. Но еще раз, хотите выборы, пожалуйста, делайте, кто мешает, делайте все, как вы считаете нужным. Че, выводим эти результаты по никам? Свиной болт на воротник Хамасу. 49% у нас выиграл. Не большинство, но плюралити. и думающий о Римской империи набрал всего 17%, хотя ушла тема, согласитесь, мемы долго не живут, ушла тема про Римскую империю. И вот как раз вопрос от вот того самого свиного болта на воротник Хамасу. Огромное благодарность за вашу работу, вам большое спасибо за то, что смотрите, за поддержку. Да, вот результаты конкурса ников на экране. Подготовьтесь к следующему разу лучше. В этот раз было так. На сколько? На 4 с минусом? На 4 с минусом. Спасибо за поддержку. Наступит ли в прекрасной России будущее возможность для высших чиновников жить обычной жизнью без резиденции, перекрытий дорог, толп охранников и прочих атрибутов нынешней власти? Задаю вопрос именно с точки зрения безопасности. Да, это неотъемлемые условия. Люди должны быть вместе с народом. Иначе не получится построить нормальную человечную власть, если вы за колючей проволокой и охраной живете. Я думаю, вы в этом убедились. Поэтому о технологиях обеспечения безопасности будем думать. Они на Западе многие есть, но мы видим, что здесь есть лидеры, которые в супермаркет ходят как обычные люди за едой. и это тоже несет в себе риски определенные. Ну, вот такая вот работа политика. Оксиджен. Фрагмент про богему из вашего последнего цикла, про видео лихие двухтысячные я как-то забеспокоил. При просвещении апутинизме стоит ждать приобретения иммунитета у народа от свободы лучше, чем несвобода и подобные лжи. Ну, то есть, когда вам пытаются просто продать красивую картинку и убедить вас, что свобода лучше, чем несвобода, это проект президента Медведева, который убеждал людей 4 года, что он либерал и успокоил большую часть ответственности, а это была ложь на самом деле. Если оппозиционные силы получат доступ к власти, будут ли они готовы встречать очень жесткие требования со стороны народа, сопровождаемые обструкции, шеймованием со стороны богема, которые вряд ли удастся избежать. Эти риски не стоит недооценивать. Все будет, будет трэш и жесть, и шеймить нас будут, и ругать, и мы во всем виноваты, все развалили, это все будет. Вот. Поэтому нужно формировать сеть активных сторонников реформ, которые будут готовы объективно критиковать политиков того же меня, но при этом конструктивно их поддерживать, для того, чтобы реформы все-таки шли. Вот если будет эта здоровая среда, тогда у России есть шанс. Если все опять выльется в самолюбование и устранение людей из политики, как в 90-е нулевые, кончится все опять плохо. В принципе, весь мой цикл был о том, что надо активно участвовать людям, которые хотят нормального будущего, и не самоустраняться. Золотой Люцик от всех проблем. Спасибо за рубрику ответов на вопросы, ее все ждут с нетерпением. Спасибо, что задаете и отвечаете. Почему Армения не могла столько времени просто переселить жителей Карабаха в квартиры Армении и обратная ситуация, как сейчас будет заполняться Карабах азербайджанцами? Потому что эти люди жили там много лет, десятилетиями и даже дольше, и вопрос стоял о том, чтобы Азербайджан гарантировал армянскому меньшинству нормальные права, отсутствие дискриминации, этнических чисток и так далее. Но Азербайджан вместо этого решил напасть и забрать эту территорию военным путем, что привело к массовому изгнанию и исходу армянского населения, это, конечно, гуманитарная катастрофа. Что касается азербайджанцев, вы знаете, я думаю, что они сейчас предпримут все, режим Алиева, чтобы заселить максимально эту территорию азербайджанцами и больше никогда ее не отдать. Это такая традиционная практика подобных людей, да, вот. Думаю, что это прямо будет сейчас такая целая госпрограмма. Привет, дорогой, вот один из наших коллег вернулся из поездки, вот, и мы очень рады его видеть. Викус Ван Де Мервиа. Сейчас в мире столько всего происходит, войны, людские смерти, страдания, беженцы, нет никакой уверенности в будущем, что будет дальше. Хочется просто взять и уехать куда-нибудь в Тихий океан, на условный остров Питкерн и забыться. Как вам такая идея? плохая идея, если победят плохие люди, они вас и на Питкерне достанут и им тогда будет абсолютно просто с вами расправиться. Поэтому это очень хорошая, легкая такая вот иллюзия засунуть голову в песок, но когда вы засовываете голову в песок, у вас другая оконечность торчит сверху и вас за нее очень легко взять, поэтому понятно, что тяжело неприятно, но надо бороться со злом и все перспективы есть. Я лично думаю, что это последний приступ агрессии и агонии вот этого всемирного антидемократического зла, оно просто чувствует, что его время уходит исторически и начало огрызаться из последних сил, но вот после этого действительно я думаю, что есть шанс на то, чтобы наступил в хорошем смысле слова конец истории, как по Фрэнку Фукуяме. Если вы понимаете о чем я, если нет, наберите Фрэнсис Фукуяма конец истории. Киркор Филиппов, добрый день, Владимир Команда и Люцик, и вам привет. Дважды остановился победителем конкурса ников, сидим, кушаем, милого, слушаем, банкетный двойник милого. Молодец, у вас хорошая фантазия. Благодарю те, кто голосовал. Стрим с Таней Фельгенгауэр получился просто обалденным. Если кто не видел, вот у меня был на той неделе домашний такой, как она называет, терапевтический стрим на канале Татьяны Фельгенгауэр. Кстати, подписывайтесь на нее, у нее, по-моему, до 100 тысяч подписчиков чуть-чуть не хватает. Мы просто по-домашнему поболтали о жизни, а не столько о политике, хотя, конечно, и без этого не обошлось. Предложение. Сделайте нечто подобное с Майклом Наки. Как раз довольно скоро кто-то из вас проиграет 100 долларов, на них и покутите на стриме. Спасибо за вашу работу. Вы знаете, что у меня и кашель, и насморк, жесть. Вы знаете, у нас с Майклом свой формат. Майкл Наки человек предельно серьезный, как вы могли заметить. Мы с ним серьезно обсуждаем супер серьезные вещи. А вот с Таней на кухоньке там что-то поболякали, значит, кто какую музыку слушает, кто какой алкоголь пьет. Вот. И я надеюсь, что мы еще такой формат продолжим. Если не видели, посмотрите, это стрим на Таневом канале. Евгений П. Владимир, вы лучший. Спасибо. Очень приятно. Постараюсь соответствовать. Почему диктаторам обмана удается так легко внушать людям, даже с высшим образованием, искаженную картину мира? Ведь сейчас практически каждый человек имеет доступ достоверной информации. Неа. Нет. Люди, столько трэша. Вот обратите внимание, сейчас про палестинско-израильскую войну, сколько фейков постится. И все, вот как отличить, это же целый навык работы с информацией, как отличить правду от фейка. постят фото и видео многолетней давности, вообще не оттуда, все такие, ах, писец какой, там Израиль опять что-то разбомбил, а это не Израиль, не разбомбил, и не сейчас, и не сейчас, да. Вот, поэтому это иллюзия, что интернет дает возможность прям доступа, информацию надо уметь фильтровать, то есть, не важно, как голосуют, важно, как посчитают, да, и чайку поставь, еще я, да, а то надо, прям мне надо для голоса это, людей надо обучать пользоваться информацией, я стараюсь вот это делать, и, кстати, вот у нас, между прочим, Яна Олеговна, у нас завтра, 19 октября, исполняется 4 года, 4 года, с момента, как мы полноценно запустили мой YouTube канал, и вот так вот, можете поздравлять, и я вижу, что мы сформировали здесь среди наших зрителей немаленькое сообщество людей, которые ищут правду, и пытаются всерьез воспринимать важные вещи, которые происходят в России, в мире, и даже со мной не всегда соглашаются, это не обязательно, вот, и вот, я хотел бы, чтобы сообщество таких людей разрасталось, люди, которые обладают критическим мышлением, задают вопросы, умеют работать с информацией, или учатся отличать вот правду от всяких там этих штук, да, это не простое дело, а информационная манипуляция, это как раз очень легко, как говорил Уинстон Черчилль, ложь, успевает оббежать полмира, прежде чем правда успевает надеть штаны, да, вот, поэтому такая, это не новая история, пенни, спасибо вам за то, что вы делаете, часто, часто понимают одну из главных проблем, что у Путлера хватает денег на выплату людям, воюющим в Украине, выплату гробовых, нужно работать над тем, чтобы денег это было как можно меньше, правильно ли я понимаю, что нужно смириться с приближающейся бедностью народа в целом, и ухудшением уровня своей жизни в частности, а эта бедность вчера началась, что ли? Ну, она продолжается уже много лет, она продолжается уже много лет, и поощрять Россию деньгами за агрессию нельзя, давайте вот это правило примем, и тогда вам станет понятнее, что санкции и экономические трудности, это, во-первых, неизбежно, когда страна агрессивно на кого-то нападает, убивает, устраивает военное преступление, она будет наказана, ну, нельзя иначе, и чем сильнее ее отрежут от всего, тем быстрее все это кончится, поэтому, да, вот вы говорите смириться, не столько смириться, сколько понять, что это плата за неучастие людей в политике, за бездумную поддержку авторитарного диктатора, за то, что люди просто не обращали внимания много лет на то, что в стране происходит, чем будет сложнее сейчас, то есть, это когда вы лечите тяжелую болезнь, бывает больно, хирург делает больно, врач-онколог делает больно, но это может вас вылечить, вот так к этому надо относиться, мне кажется, роман роман истомин, тогда фоллоуап к вопросу про террор, если вопрос был не к вам, то кто вы думаете может помочь проанализировать даунсайды стратегии террора, роман, давайте не будем давать нашим кураторам из ФСБ пищу для новых дел про экстремизм, терроризм и так далее, поэтому ищите сами, тех, кто готов эту тему обсуждать, я здесь вот таких рекомендаций вряд ли вам дам, Стефан Гусев ответ на твой ответ за 10 евро, вы не правы по отношению меня про штамп о леватской риторике, я сам левоцентрист, видимо в центре мы пересекаемся, спасибо за вашу работу, там был вопрос о леватской риторике, левоцентристы это хорошо, мы можем находить общий язык, штампы про леватскую риторику это плохо, привет из Мюнхена, вам привет в Мюнхене, удачи и всего самого лучшего, диамаз серум 10 евро, как бы вам не противно было прокатся слушать, но его высказывания резонируют с чаем имени народа, вам никуда от него не деться, вам придется с ним работать, нет, не придется, он сдохнет скоро политически, он мавроди, это такая же надувная лягушка, которых было много, я таких видел очень много в своей жизни, за ним нет содержания, он врет людям, люди это скоро поймут, это просто наваждение, вот я еще раз повторю, у меня большой опыт, я такого много видел, у Алоэ Вера есть песня, слушаю Кацца, помогает расслабиться, он как-то психологически воздействует на людей, но содержания там нет, в той информации, которую Кацца сообщает, там сплошное вранье про все, от Новгородской Республики до Горбачевской Перестройки, там много искажений информации просто ради красного словца по сценарию, да, вот, раз он врет, то есть, вы можете долго обманывать небольшое количество людей, да, вы можете короткое время обманывать большое количество людей, но вы не можете обманывать всех людей все время, поэтому нет, мне не придется с такими людьми работать, наоборот, мы не построим нормальную демократию, если вот там будут такие балаболы, лжецы и манипуляторы, как Кац, поэтому это надо выводить на чистую воду, демократию должны строить люди с репутацией, если вы игнорируете институт репутации, который у Кацца отвратительный по всем меркам, вы не помогаете строительству демократии, вы мешаете, и никакие он не набирает обороты, он, еще раз, это просто раздутая пиар-лягушка на каких-то вот психологических воздействиях на людей, продавец надежды, как его кто-то назвал, людям хочется надежды, вот он ее там типа продает, должен быть институт репутации, без него никуда, вот у меня безупречная репутация, у Кацца репутация ниже плинтуса, просто вообще никуда, я никогда не сяду с человеком с такой репутацией, ни за какой один стол, можете меня вычеркивать, если у вас будет там правительство, избранное в ютубе, из Каца и Варламова, там, и Ксении и Собчак, вы скоро обанкротитесь, такая Россия лопнет, как пузырь, быстрее, чем ипотечный пузырь в Штатах 15 лет назад, понимаете, думайте головой, если вы хотите построить нормальную страну, вот таких надувных пиар-лягушек вам для этого не надо, и я, Владимир Милов, с моей честной, заработанной долгими годами репутацией, буду это вслух говорить, и вы мне рот не заткнете, вот запомните это. Даниил Чертенков, спасибо за то, что вы делаете, большое спасибо вам за поддержку. Вопрос, вы утверждаете, что после ухода Кадырова ситуация в Чечне не изменится, а пойдет по сценарию среднеазианских республик наподобие Туркменистана, умер один диктатор, оставил после себя готовую систему, пришел новый. Почему вы считаете, что после ухода Путина Россия не пойдет по тому же сценарию? Потому что есть большое пространство свободы, которое было создано вот там 15 лет с 90-го по 2005-й, когда Россия была относительно свободной страной. Люди его помнят, и вот эти люди являются основными носителями идей сопротивления и возврата к демократии. А в центральноазиатских странах и в Чечне свободы не было. Никогда. При Дудаеве там была диктатура, при Кадырове была диктатура. Поэтому там нету вот этой основы сопротивления в обществе, которая это может переломить. В России есть. И поэтому здесь есть большие шансы. Мерси. Подоспел новый чай. Надеюсь, что мне полегче станет с горлом. Бекукликукумбер. Наш постоянный зритель. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо за работу. Спасибо, что смотрите. Спасибо за поддержку. Кукушка хвалит петуха, потому что он хвалит кукушку. Традиционно пришел доебаться с каверзными вопросами. Доебаться это в нашем чате святое. Как вы думаете, если режим Путина переберется через выборы, насколько драматически изменится подход к вопросу мобилизации? Уже отвечал на похожий. Ничего каверзного здесь не вижу. Смотрите. Отношение к мобилизации является функцией от общественной реакции на это дело. Выборы здесь, но они играют какую-то роль, я не говорю, что совсем. То есть, прямо вот перед выбором мобилизацию проводить. Но это надо немножко вот... Ну, Путин, конечно, ку-ку, да? Но думаю, что вот прям не совсем настолько. Но я не думаю, что он прямо после выборов побежит мобилизацию проводить, потому что выборы, они в целом, это как бы формальная процедура, которую надо пройти, но они в целом ничего для него не значат. То есть, он сохраняет власть, он может их вообще там типа отменить, да? Для него важно, что у него исчезнет общественная поддержка. Это означает, что его авторитет зашатается, потому что вся его номенклатура лояльна ему, пока общественная поддержка есть. Когда вся страна начнет гудеть и говорить, что царь ненастоящий, давайте его выкинем, там начнут появляться такие вот, кто скажет, типа, а давайте, да? Вот. Мы, в принципе, видели на примере Пригожинского мятежа, как это происходит. Получил какую-то свою альтернативную легитимность, решил бунтануть. Вот счел это возможно, да? Поэтому думаю, что вопрос мобилизации, он так прям линейно с выборами не связан, он связан с тем, что Путин боится общественного мнения. Если бы вы были кремленом, а какие бы проблемы в деле мобилизации, вы беспокоились в первую очередь? Вот об общественном мнении, и там ситуация для Путина очень плохая. Пилот Андрей, хотелось бы узнать про вашу работу в энергетической комиссии правительства России. Насколько были распространены взяточничество, кумовство, угрозы, предлагали вам взятки за правильное решение? Предлагали. Я не только никогда не брал, но в том числе сдавал вот этих всех людей соответствующим там структурам, да, и вы знаете, были меньше распространены в конце 90-х, в начале нулевых, чем потом стало при Путине. То есть, вот где-то там середина нулевых коррупция просто стала повсеместной. До этого, я помню, было много довольно честных людей, которые вот прям, ну, не участвовали никак в коррупционных схемах. Поэтому вот, да, была коррупция в том числе и в 90-е, но среди части, чиновников, а была часть честная. А к середине вот там нулевых, ко второму путинскому сроку всех честных людей так или иначе выдавили и все места заняли какие-то приближенные там коррупционеры и прочее. Саша Олешко, скажите ваш прогноз, в последнее время эксперты говорят о возможной мировой войне в обозримом будущем. У меня складывается впечатление такое, как противоречия скапливаются нерешаемые, даже сформировалась новая ось зла Китай, Иран, Россия. Я об этом говорил выше, что я считаю, что технически вот глобальный конфликт цивилизации, он идет, но политики помнят опыт Первой и Второй мировых войн и не спешат вот прям политически превратить это вот уже открытый глобальный конфликт крупных держав. Кроме того, все-таки Китай, это очень своеобразная история, потому что они были выигравшими от глобализации и демократического миропорядка последних 40 лет. И вот у Китая двойственная позиция, то есть если они полностью идут такой full blown world war 3, то есть если они прямо говорят, мы всем бросаем вызов, они очень много теряют. Вот в сводке последней с Майклом Наки я говорил о том, что у них пять месяцев подряд падает экспорт, потому что они теряют доступ на мировые рынки. У них и так огромное количество экономических проблем, если они еще третью мировую вяжутся, ну это значит дома будет огромное недовольство, типа нафига нам все это надо. Вот у них есть такой сдерживающий фактор, то есть в диктатурах общественное мнение все равно играет значение. И вот это у Путина тоже есть, и у Китая тоже есть. Продолжаю пытаться довести эфир в таком сильно простуженном состоянии. Палево доброго, огромное спасибо за труды и работу, все еще плюсую за перевоспитание вне политэпитеков и не все так однозначно. Хорошие термины. Отдельное спасибо за циклы про распад СССР, лихие двухтысячные девяностые. Скоро с девушкой доползем и до обнимашек с диктаторами. Да, неоднозначно получилось. Да, звучит двусмысленно. Но ви, но зет. Согласен. Большое спасибо за поддержку. Очень приятно. Демокраси Ворьер. Почему страны Запада к палестинцам применяют избирательный подход, отличают мирных людей от террористов, а русских всех продолжают грести под одну гребенку? Чем мы ущербнее палестинцев? Нет, не все продолжают. страны Западной Европы, Соединенные Штаты очень четко проводят линию, что они отличают обычных россиян от Путина. Не все решения удачные и не все ими, кстати, принимаются, но могу вам сказать, что много кому дается гуманитарные визы, убежище, много решений калибруется на тему того, чтобы они меньше вредили рядовым россиянам, хотя бывают тут перехлесты, да, не согласен, не гребут под одну гребенку, на эту тему идет большая дискуссия, и у нас есть много союзников в западном мире, которые понимают разницу между россиянами и Путиным. Павел Макаров, 4,99 долларов, большое спасибо. Спасибо за вашу работу, я спонсор вашего канала достаточно давно, подтверждаю, что Милов не врет и не несет ерунды, спасибо и вашей команде, огромное вам спасибо, Павел, очень приятно, действительно, мы давно говорили в известном фильме, вот, и стараемся вам серьезно рассказывать правду о важных вещах. Кулич Сочельников, 10 евро, спасибо за поддержку. Войны, конфликты, враждебный дух сегодняшнего мира, это глобальный конфликт и противостояние культур, или так совпало, что концентрация диктатур в мире сегодня слишком высока, даст ли демократия сдачи? Интересный вопрос, где-то сошлись в ближнем бою и в клинче Хантингтон и Фукуяма. Фукуяма это конец истории, а Самуэль Хантингтон это столкновение цивилизации, если не читали, прочитайте то и другое, но они не противоречат друг другу, для того, чтобы наступил всеобщий мир и гармония, иногда надо бывает немножко поклэшиться, вот, и выяснить окончательно отношения. Смотрите, диктатуры, во-первых, они на интеграции в глобальную экономическую цепочку и глобализации, они разбогатели очень сильно последние несколько десятков лет. Разбогатив, они оборзели и подумали, что смогут переделать в свою пользу весь миропорядок. Это была их абсолютно завышенная авантюристичная оценка, не смогут, демократии их отымеют и дадут сдачи, и мы видим, что демократии хорошо умеют собираться и сопротивляться, но силы у диктатур серьезные, они богатые, хорошо вооруженные, гибкие, с помощью гибких инструментов манипулируют и собственным, и в том числе западным общественным мнением, коррумпируют, подкупают все, вооружены современными технологиями, сотрудничают между собой. Это вам, понимаешь, не Гитлер вместе с японскими милитаристами и Муссолини, это вот посерьезнее, ось будет, поэтому победить этого соперника непросто, но других шансов нет, знаете почему? Я могу вам сказать одну просто причину, по которой диктатуры проиграют, потому что я был в разных диктаторских странах, и в Китае, и на Ближнем Востоке, и в Центральной Азии, они везде хотят свободы, вот люди, люди и жители этих стран везде хотят свободы, примерно такой системы, как на Западе, и это то, чего мы в СССР хотели, он казался нерушимым, а потом бац и рухнул в один момент, да, поэтому вот этого привлекательного образа жизни у диктатур нет, у них есть сказка, что они обеспечивают стабильность, экономический рост, там и прочее, а на самом деле люди ненавидят все эти репрессии, несвободу, невозможность слова сказать, чтобы не сесть, и доминирование дружкову диктатора во всем бизнесе, там, монополии и прочее, да, люди не любят это дело, они хотят свободы, законности, чтобы суд защищал их права, а не только их рассматривал как мусор, значит, если олигарх решил, там, что-то у них отобрать, значит, их там мнение ничего не стоит, во всем диктаторском мире люди на самом деле хотят свободы, и мы это видели в протестах и в Иране, и в Китае, и в Казахстане, и много еще где, и в России тоже, поэтому вот этот фактор, который, ну, он неизбежен, то есть вот мягкая сила, она всегда выигрывает, и у диктаторов ее нет, а людям ее очень хочется, поэтому они исторически обречены. Юра Духно, 30 шекелей, очень приятно, держитесь там, понимаем, насколько тяжело в Израиле сейчас, огромное вам спасибо, слежу за вашей деятельностью из Израиля, уже больше 10 лет, и воюю сватниками в Израиле, правильно делаете, молодец. Как вы думаете, чем война в Израиле закончится для Биби и его шайки? Уходом и историческим позором. То, как они вот это все допустили, при своей вот этой риторике про безопасность, там и прочее, ну, это невозможно, просто дело, им это никогда не простят. Димас Сирум, 2 евро, я пивасик пью, вам на стаканчик, я попозже, присоединюсь к вам, извините, работа, общаюсь со зрителями и с вами в том числе, спасибо за поддержку. Сибирский писец, как вы считаете, необходимо ли строительство железных и автомобильных дорог в Сибири и на Дальнем Востоке? Нужно ли строить метро в Новосибирске, Красноярске, Омске? Подобные объекты строятся исключительно в Москве. Про нас все говорят, что мы экономически нецелесообразны, на нас нет денег. Смотрите, тут два вопроса. Первое, строительство дорог и железных, и автомобильных, оно целесообразно там, где на этом может быть спрос. То есть, условно говоря, вот мост на Сахалин с материкатом много лет обсуждают, но трафика нет такого, просто чтобы оправдать его строительство. Вот, там, где трафик есть и запрос на грузовые, пассажирские перевозки есть, надо строить, конечно, инфраструктуру. Что касается метро и Москвы, это вот вторая часть вопроса. А у нас очень неравномерная система распределения доходов, то есть, все стекается в Москву, в федеральный центр, и крупные города, и регионы остаются без денег. Если бы у них была справедливая своя денежная база, то они могли, в том числе, и сами решать вопросы строительства метро. Мы вот, у нас скоро выйдет, вот я давно обещал бумагу вместе с Федей, Крашенинниковым, про видение будущего России, она уже находится в верстке и скоро выйдет. И мы там, в том числе, говорим и про то, как переспределять деньги к регионам и муниципалитетам, чтобы были средства на принятие решений по развитию своей инфраструктуры, в том числе, возможно, метро. Так, мы три часа уже в эфире, да? Вот тут есть сколько-то еще вопросов, вот сейчас мы на них доотвечаем и будем закругляться. Не грози южному центристу. Спасибо за вашу деятельность, спасибо, что смотрите и поддерживаете. Вопрос будто из прошлой жизни, но в будущем надеюсь, что подобные вопросы снова встанут на повестку и опять промрот в 25 тысяч. Знаю, что вас за пять лет все-таки уже задолбали с этим. Не лучше ли освободить от уплаты НДФЛ, если зарплата менее двух третей от медианной, убрать НДС на хлеб и так далее. Смотрите, то, что вы предлагаете, то есть, короче, вместо МРОТа 25 тысяч много всяких льгот малоимущим. Вы усложняете администрирование. Здесь НДС такой, там такой, здесь НДФЛ просто вы сильно раздуваете издержки и аппарат, чтобы все администрировать. При этом есть суперпростое решение. Зарплаты повышать. Зарплаты повышать. У нас доля Фонда оплаты труда в ВВП гораздо ниже, чем могла бы быть, потому что бизнес жадничает и забирает себе прибыли больше, а надо добавленную стоимость распределять больше на зарплату, чем на прибыль. Вот, поэтому и прибыль это потом выводится за границу и не реинвестируется ни хрена. Поэтому надо повышать зарплаты, в том числе и путем экономического развития, в том числе и путем того, чтобы минимальный размер оплаты труда был хотя бы минимально достойный. Поэтому здесь вопрос очень простой, что вы предлагаете вместо простой, понятной системы повысить зарплаты, увеличить доходы, чтобы люди несли тому же бизнесу за товары и услуги эти деньги. Вы предлагаете внести какую-то очень сложную, тяжело администрированную систему, здесь такая льгота, здесь такой вычет. Все страны с такими сложными системами, у них головная боль, как бы это дело упростить, понимаете, надо этот опыт тоже учитывать. Алексей Леонов, мысленно жму руку вам и всей вашей команде, желаю удачи, болею за вас, вам огромное спасибо за поддержку, за то, что смотрите. Вы говорили, что Никита Белых согласился стать губернатором Кировской области, в том числе потому, что у него был план сделать из нее витрину демократии в России. Нет, не поэтому, я не так говорил. Расскажите, насколько успешно закончился этот эксперимент. Я не так говорил, вы не досмотрели видимо мой выпуск. Я говорил о том, что у Белых были какие-то финансовые трудности личные на том, что он попал на маржин калах и на кризисе 2008 года. И он, к сожалению, пошел на сделку с властью. Ему сказали, мы тебе поможем, сделаем тебя губернатором, а ты отдай нам партию. Последнюю крупную реально оппозиционную партию Союз правых сил. И он согласился на эту сделку. Я думаю, все эти разговоры про эксперимент в Кировской области, ну, было заведомо понятно, что невозможно из нее в условиях путинской системы сделать никакую витрину. Это была большая ошибка Белых. Было понятно, что его рано или поздно уничтожат. Он на этом погорел, уничтожили, сел, к сожалению. Очень его жаль, но он был неправ. Совершил большую ошибку. Худиновский Вольфович, назовите месяц и год, когда мы с вами, по-вашему, сможем встретиться в России. очно. Запишите в блокнот, потом пасфактум проверим. Такой вопрос Павел Коныгин с канала «Про следует» задает гостям. Неправильный, плохой вопрос. Выбросьте, мой совет, выбросьте часы. Выбросьте ваши часы. Если вы хотите победить в этой борьбе с жестокой, сильной, богатой и технологически вооруженной диктатурой, вы должны забыть про время. Забыть вопрос «Когда?» Забудьте. Как говорят про поддержку Украины, будем поддерживать столько, сколько нужно. Как только вы перестанете спрашивать «Ну, когда уже?» вам станет легче. Ничего не изменится, просто вы себя накручиваете тем, что «А, уже так давно все идет, я так хочу, чтобы быстрее все закончилось». Как только вы себя мысленно от этого освободите и скажете «Я готов бороться столько, сколько надо». Вот как Милов, вам станет легче. И тогда и перспектива появится, и временная в том числе тоже. Дрон К-13. Спасибо вам, Яне, и всей команде за работу. Надеюсь, вы потом выпустите все ваши фильмы в красивом подарочном DVD-формате. Интересная идея. Кто-то еще смотрит DVD, я не знаю, как это выглядит. Я уже, я полностью уже перешел вот сюда и в цифру, и DVD уже давно не смотрю. Я закоренел атеист, но всегда терпимо относился к религиозным чудачествам. Не считаете ли вы, что настало время всему мировому сообществу официально загнать все религии в андеграунд, учитывая, что они являются рупорами сегодняшнего мрака? Гудяев, РПЦ, Хамас, Нитаньяху и другие тормозят научный прогресс и так далее. Смотрите, я к религии хорошо отношусь как к вере людей. Вот, когда вы веруете во что-то, да, что дает вам надежду, дает вам энергию, это пожалуйста. Вот, как созидательное явление меня никак не беспокоит. Религия как организованная структура, которая пытается диктовать людям образ жизни, нахер. Как вы говорите, не настало ли официально загнать в андеграунд? Вот это да. В плане попыток религиозников диктовать нам образ жизни, все, забыли, уйдите. Не лезьте в это дело. Общество этого не хочет. Вот, кстати, выборы в Польше это очень сильно показали. Там как раз религиозная мракобесия вот сейчас потерпела поражение на выборах при беспрецедентно высокой явки избирателей. Жибий Рыр. Прикольный ник, но как-то мне кажется слишком просто. Хотя все гениальное просто. Мое жибейшее почтение на фоне всех последних событий все почему-то, как мне кажется, забыли про Беларусь. По-моему, от вас я давно слышал, что до белорусских протестов таракану ежегодно в бюджете не хватало денег, и он ездил в опрошете к Пыне. Можете рассказать, как теперь таракан закрывает дырки в бюджете, как Беларусь еще остается на плаву без помощи от Пыни. Там очень плохая экономическая ситуация. Единственное, на чем это держится, это на максимальных репрессиях. Я сегодня видел 6 лет дали какому-то человеку за 2 доната по-моему на полк Калиновского, или вот какая-то такая история. экстремальные репрессии люди боятся. Вот просто боятся тюрем, боятся быть убитыми и так далее. Это очень важная история, это одни из самых жестоких репрессивных режимов, поэтому удерживаются они не за счет того, что в экономике все хорошо, в Беларуси в экономике все плохо, я еще об этом расскажу, а вот за счет экстремальных, невероятных, жестоких репрессий реально сталинского образца. Так, посмотрю сейчас сколько у нас уже до конца. Есть еще вопросы зомби-зомби, в последнем видео вы говорили, что было очень маленькое окно возможностей, во время которого можно и нужно было бить в набат, но ведь именно журналисты и лидеры мнений, как обладатели больших аудиторий должны этим заниматься, доносить до зрителей и так далее. Что делать, если одна часть журналистов продается и покупается, другая не видит в этом проблем и так далее. Как не допустить того, что вся эта богемная братья опять побежит за легкими деньгами к первому же попавшемуся упырю. Это от вас зависит, дорогие. Вот я эти видео, где говорю в том числе про негативную роль богемы и журналистов во всем этом становлении путинизма. я это делаю для вас, потому что очень многие люди почему попадались на их вот эти все кружева. Красивое словцо, они же мастера этого, кумиры, а он красиво говорит. Я вот спрашиваю своих там знакомых, говорю, а зачем вы слушаете вот этого дурака в ютубе, вот этого дурака, он все время врет, говорит какую-то ерунду, выдумывает, делает прогнозы, которые на 180 градусов не сбываются уже на следующий день, да, нафига вы это делаете? Красиво говорит, заслушаешься. Такое, понимаете, как русалка поет, значит, и засасывает моряка там в эти вот сети, вот там феномен там некоторых товарищей, про которые меня спрашивали, да, отучайтесь от этого, идите за содержанием, разбирайтесь в содержании, вот не слушайте тех, кто красиво вам поет басни, и к политикам, которые делают очень тяжелую работу по построению нормального демократического общества, надо относиться с уважением, с уважением и с почтением, а не обсуждать, блядь, в каких белых штанах они вышли, хоть в зеленых, понимаете, это не важно, вот заебали обсуждать немцовские белые штаны, вот пока он был живой там 20 лет, понимаете, вот это, я извиняюсь, вот это показатель дурости нашего общества, просто дурости, был великий человек, делал много важного, да, делал много глупостей, но делал много важного, вот это надо обсуждать, где важные, где глупости, а они обсуждали, его белые штаны, и всякие эти придурки, там как Доренко или Невзоров, обсуждали его белые штаны, понимаете, вот видите это, бейте по рукам сразу, надо насаждать просто другую философию, что политики это люди, которые вытаскивают страну из болота, их можно критиковать, можно ругать, можно не поддерживать, но надо с уважением относиться к той работе, которую они делают, вот как бы это один из уроков таких, видите эту издевательскую богему, которая там сидит, значит в зубах ковыряет, достает там остатки какого-нибудь своего там тартара, да, и что-то у нас оппозиция какая-то не такая, да мань, что-то она вот далека там от народа, да, видите такое, по рукам и по губам сразу, такое богемное поведение должно быть порицаемо и осуждаемо, вот я говорил об этом в своих видео и от вас здесь очень много зависит от общественного настроя в этом плане, потому что, к сожалению, аудитория перед ними млела, как они красиво плетут кружева и потребляла всю их херню, про то, что у нас оппозиции слишком радикальные, нам не надо революции, вот я об этом рассказывал в последних видео про 2000-е годы, если не видели, посмотрите, Сарациния Пситочина, спасибо за вашу работу, работу вашей команды, после ваших стримов снова включается режим переживем, ну вот я стараюсь этому соответствовать, спасибо вам большое, хочу поделиться наблюдением по поводу опроса, кажется, Левада центра, в котором 6% населения живется хорошо, одной из таких людей является моя бабушка, но есть нюанс, ей 83 года, она живет в деревне одна, смотрит только Первый канал, ходит в гости к своей подружке на соседней улице, больше никуда не ходит, продукты, лекарства покупает мама, новую бытовую технику тоже дает деньги на расходы, хотя в магазин бабушка тоже не ходит, на возражение моей мамы, что уж хорошего-то говорить, что вот пенсию повысили на 5%, но пенсию она в последний раз снимала в прошлом году, как-то так, смотрите, ну это совсем экстремальный случай человека, который полностью самоизолировался от окружающей действительности, в реальности то люди ну вынуждены ходить на работу, а там зарплату не повышают, ходить в магазин, а там цены растут, там, ну и много чего еще, поэтому я-то вижу, вот, ну реально недовольство-то растет, что бы там ни говорили, как все хорошо, да, ну растет оно, по самым разным показателям, и жизнь лучше не становится, поэтому, да, есть вот эта большая стена вот из людей, которые говорят, все отлично, но вы смотрите, как объективно на земле все развивается, ничего отличного нет, начнешь разговаривать, машины стали супер дорогие, китайские плохие, три дорого, запчасти супер дорогие, не достанешь, только купили китайскую машину, сразу с ней придется в сервис идти, потому что она там что-то не фурычит, не работает и так далее, да, вот, прошу прощения, продолжаем бороться с моей небольшой простудой, так что, недовольство растет, вот этот кейс про бабушку, который вы описали, он скорее такой экстремальный, а, Деф Лепард, здрасте Владимир, большим интересом смотрю на ваши исторические видео, с нетерпением жду новый цикл, готовим, вы уже неоднократно приводили довод о том, что если бы на Западе тоже ставка Центробанка была такой-то, а курс валюты так упал, как бы это оценивалось, значит санкции хорошо работают, но может не совсем корректно подходить к оценке российской ситуации с западной меркой, ведь совсем разные условия, там конкуренция, оппозиция, здесь фашистская диктатура, закатавшая все в асфальт, верно, нет, не в этом дело, я сравнивал, когда ставку Центробанка с Западом, на Западе многие считают, что экономика России чувствует себя прекрасно, а я их привожу в чувство и говорю, да нет, им удается удерживать ситуацию только ценой, когда огромные раскоряки и усилия, но вы правы, здесь прямо сравнивать демократию и диктатуру нельзя, но терпение людей ограничено даже и в диктатуре, то есть в мире есть огромное количество примеров, когда, ну, диктатуры, вот как бы ни были жестокие, на длинном интервале, они вот такие экономические трудности не выдерживали, поэтому быстро реакции не будет, но когда трудности затягиваются, люди это тоже не готовы терпеть, вот здесь, это просто неизбежный исторический закон, это было, в принципе, и в СССР, и при Путине тоже протесты, я вот рассказывал об этом, что протесты 11-12 годов тоже во многом стали следствием кризиса 2008-го, когда вдруг ситуация резко ухудшилась. Конфетти 5 долларов, всегда приятно смотреть вашу передачу, большое спасибо за поддержку, что вы думаете о выборах в Польше, а я с этого прям начал, думаю, очень хорошо, отлично, что победила коалиция Дональда Туска, она вернет Польшу как большого, ответственного, конструктивного игрока на европейскую сцену, посмотрите начало стрима. Михаил Беленко, 100 тысяч индонезийских рупий, как говорил Альберт Эйнштейн, я не знаю, какое оружие будет использоваться в Третьей мировой войне, но Четвертая мировая война будет вестись палками и камнями, ну, мы не знаем, это такая красивая фигура речи, но реально мы не можем прогнозировать такие события. Спасибо за поддержку. И ММ, 15 фунтов, тоже спасибо за поддержку, большое спасибо за вашу деятельность, живу в Англии, с помощью ваших стримов и роликов стало легче объяснять своим друзьям здесь, что происходит дома, и что мы не звери. Да, спасибо вам, будем делать больше контента на западную аудиторию, чтобы объяснять, что происходит у нас. Кстати, возьмите на вооружение вот интервью Валерия Федорова, главы ВЦИОМ и РБК, найдите, прям легко ищется, где он говорит, а это самый-самый подкремлевский социолог, который говорит, что большинство россиян не поддерживает войну, активных сторонников войны 10-15 процентов, и россияне бы эту войну не начинали, если бы у них была такая возможность. Это прям прямая цитата от самого придворного социолога Кремля, показывайте это везде, на Западе. Путин Хубло, ну не Хубло, там не Б буква должна быть, Хубло это модные швейцарские часы. Спасибо вам за работу, ваши ролики помогают переубеждать сторонников Путина и нейтралов, работаем. Спасибо вам за работу, спасибо за поддержку. Как последние события в мире повлияют на поддержку Украины, выборы в Словакии и Польше, проблемы с избранием спикера Палаты представителей США, нападение Хамас? В последнее время тема поставок буксует, это тревожно и так далее. Мы поговорим чуть позже об этом, сегодня я вынес эту тему за скобки, она просто отдельная, большая, мы уже скоро 3,5 часа в эфире. Смотрите, выборы в Польше это большой шаг в плюс к прекращению вот этих последних там покусываний друг друга между Украиной и Польшей. Польша будет теперь более ответственным игроком в Европе, который будет твердо за поддержку Украины. Выборы в Словакии не знаю. Роберт Фитца, вот будущий премьер, который выступал про путинской антиукраинской риторики во время кампании, он вынужден был пойти в коалицию с более умеренными партнерами, посмотрим, как его правительство будет себя вести. Думаю, что если Фитца будет упорствовать, коалиция развалится. Что касается выборов в США, я думаю, вы увидите, что республиканская партия, к сожалению, является главным носителем риска для сворачивания поддержки Украины. Поэтому ближайший год нас будет держать в напряжении. Чем кончатся американские выборы? Ну вот тут реально такая ситуация 50 на 50. через год, посмотрим. Я думаю, что в Европе формируются такие настроения, что если выиграет Трамп, то нам надо подхватывать упавшее знамя и брать лидерство в поддержке Украины на себя. Европа Украину не бросит. И что касается Израиля, то я думаю, что вот эта вот война с Хамасом окончится падением правительства Нитаньяху, ему не простят того, что они вот пропустили этот удар от Хамаса и новые власти Израиля, скорее всего, будут более разумными и более активно Украину будут поддерживать. Тем более они поняли теперь по реакции в том числе Путина и Ирана, что у Израиля и Украины общий враг. Игорь Христофоров. Огромное спасибо вам и вашей замечательной команде. Какие три ключевые события должны произойти, чтобы вы, откинувшись на спинку стула и глубоко выдохнув после такой усердной работы, смогли сказать себе, все, я сделал это. Нет таких событий. Я без работы сдохну. Поэтому я могу откинуться на спинку стула временно, но у меня появится потом еще что делать, потому что я без этого просто не могу. Я все время должен делать что-то полезное. Светлое будущее. Спасибо вам и команде за вашу работу. Спасибо вам большое за поддержку. В последнее время наблюдаю, что в Украине идет разлад. Насколько я понял, многие хотят поменять власть в стране. С помощью у них не очень гладко. И проскакивают новости, что многие страны исчерпали запасы оружия. Как вы считаете, что надо делать Украине и странам Запада, чтобы изменить эту ситуацию? И как перекрыть поставки в Россию оружия по серым схемам? Ну, по серым схемам уже выявляют и работают. Надо активнее вовлекать в это журналистов, расследователей во всем мире. Очень хорошо они умеют это вскрывать. По Украине, по внутренней политике я им советов давать не могу, но помощь продолжится. Еще раз повторю, отвечая в продолжение предыдущего вопроса, что беспокойство на эту тему есть, но демократический мир не бросит Украину. И поддержка продолжится, поэтому им надо продолжать бороться за свою свободу, за жизнь своих людей и за то, чтобы выгнать агрессоров. Константин Колесниченко. Будет ли продолжать Азербайджан боевые действия уже на международно признанной территории Армении? Какие еще войны могут вспыхнуть в ближайший год? Ну, в Африке точно скоро будут, ведь там военные перевороты идут один за другим, и есть прямая угроза военного противостояния. Азербайджан, да, думаю, что Азербайджан будет продолжать боевые действия. Ему нужен коридор наземный в Нахичевань, такой эксклав, который оторванный. Я думаю, что воспользовавшись слабостью Армении, он может начать это пробивать. Это высоко вероятно. Обоснуют там тем, что когда-то исторически это было вот азербайджанской якобы землей. Думаю, что это высоко вероятно. Зрители жалуются, что я перестал называть их котятушками. Простите, котятушки дорогие, что-то такая обстановка не до нежности, поэтому я осознаю свою ошибку. Вернусь к этому формату. Что, у нас, в принципе, есть свет в конце тоннеля, это уже у меня совсем садится голос, альфа, убийство военных преступников, того же татарского, все еще является убийством, лица его совершившие должны по закону сидеть в тюрьме. Возможно ли оправдание подобного в будущем, пусть и задним числом, и так далее. Сложный вопрос, это не ко мне, это должен решать независимый суд по закону. Я не хочу здесь быть судьей. Единственное, могу сказать, мне не жалко вот этих убитых людей, вот, потому что они сделали очень много зла, жалеть я о них не буду, и призывать кого-то наказать не буду, но вопрос должен решать не я. Это вот, это не на, не на произвол вот, там, политиков, да, вот, что они думают. Такие вещи должен по закону решать независимый суд, и как он решит, так и будет. Наталья Васильева, спасибо большое за все, что вы делаете, спасибо большое вам за поддержку. Сегодня поняла, что моя мама изменилась до неузнаваемости, после того, как 3-4 года назад начала иногда советовать ей ваш канал, когда разговор закатил на ту или иную тему, которая волновала, сердечко, спасибо, очень приятно. С отцом, к сожалению, пока не получается, но работаем. Ну, вот, я тоже своим отцом до его самой смерти не смог договориться, у нас были очень разные взгляды на мир, на жизнь, на Советский Союз и прочее. Вопросов про политику сегодня нет, лежу с температурой, жду результатов ПЦР-теста, не болейте, выздоравливайте. Вот Люцик пришел к вам, чтобы вам чуть-чуть улучшить настроение, натолкнул меня на мысль, что я смотрю у вас с 2016, ни разу не слышал, чтобы вы болели, надеюсь, что у вас действительно отменное здоровье и иммунитет. Ну, я болею не очень часто, что, ну, вот, как раз, вот, я говорил, накаркали, да, не обижайтесь, это не в ваш адрес. Вот сегодня не очень хорошо себя чувствую, сопли, кашель, горло, там, вот, весь вечер борюсь с этим всеми возможными способами. Ну, я болею не очень часто, я все-таки соблюдаю какие-то меры, там, предосторожности. Например, я ковидом не болел, потому что я все вот это вот, делал все как положено, сделал прививку, как только появилась возможность. Вот. Так что, в принципе, и вы знаете, когда много работаешь, как-то получается так, что некогда болеть, да, вот, жизнь держит тебя в тонусе. Я, кстати, очень часто заболеваю, когда чуть-чуть расслабишься, и отойдешь, вроде отдохнуть собрался, ну, пипец вот началось, да. Унти Кремле Бот. Отправляю деньги благотворительным организациям в Украине с грузинского счета. Может ли Россия получить информацию по движению денег на иностранной карте? Ну, так вот, навскидку нет, но Грузия сложная страна, там, фактически, такое пропутинское правительство сегодня, партия Иванишвили. Поэтому, ну, не знаю. Пока вот прецедентов не было, так что тоже излишне пугать себя, на мой взгляд, не стоит. Басбулатар. Добрый вечер, спасибо бы за цикл про 2000-е, особенно НАТО. Спасибо большое, что смотрите. Вопрос в следующем. Пытаюсь разобраться, понять конфликт Израиля и Палестины. Вижу, что даже развитые демократии критикуют Израиль, и даже Amnesty International выпускают доклад, где называют Израиль режимом апартеида. Не могли бы раскрыть эту тему? Действительно ли там есть основания для таких претензий? И почему развитый мир не накладывал никаких санкций? Все из этим. Ну, не то, что прям совсем не накладывал. Еще раз прошу прощения за свое состояние здоровья сегодняшнее. Есть постоянно, эта тема много лет идет. Конфликт у них давний, больше ста лет. Когда евреи начали покупать землю и возвращаться в Палестину с целью основать там свое государство, населявшим эти земли арабам, это не очень понравилось. Вот у них напряжение там давно это идет, да. Вот. Надо сказать, что Израиль довольно жестко ведет себя в отношении арабского населения. У них много поражений в правах. И там апартеид, не апартеид, я против там каких-то избыточных ярлыков. Ну, вы послушайте, как многие израильские радикалы, например, их, вот наберите просто, их министр госбезопасности в правительстве Нетаньяху и Тамар Бен Гвир. Посмотрите, что, послушайте, что он говорит про арабов. То есть, про сельскохозяйственных животных. Вот многие такие деятели там отзываются лучше. Ну, есть там тема. Вот. И здесь, конечно, поведение многих израильских радикальных политиков и клериков, оно такое, вот оно тоже не способствует тому, что Леонид Волков недавно написал, что в мире Израиль, к сожалению, принято ругать. И есть за этим определенные основания. То есть, как сказал вот госсекретарь США Энтони Блинкен, который приехал сейчас в Израиль поддержать израильтян вот в момент этого нападения Хамаса, он сказал, понимаете, у свободных стран у демократии должен быть высший стандарт. Мы должны быть носителями гуманистических идей, а не идеи вот этого ока за око, зуб за зуб, и на другой стороне речки там животные, живут они люди. Вот. Поэтому есть проблема. И это дает повод тоже для всякой такой вот часто слишком оголтелые критики, но тем не менее основания здесь есть. Поэтому непростой такой конфликт, и надо его подробнее изучать. Я вижу очень много таких радикальных истерик с обеих сторон. Я за то, чтобы меньше истерик и больше движения к миру в духе соглашений в Осло 93-го года шанс был. Думаю, что будет еще и в будущем. И еще раз повторю, что палестинцы не выбирали Хамас. Хамас захватил власть силой. За Хамас в Палестине проголосовало не больше процента населения, чем в Германии 33-го года за НСДАП. 44% это было. И в целом Хамас, конечно, захватил власть силой. Джон Сычев, спасибо за стримы, спасибо за то, что смотрите и поддерживаете. Два вопроса выберите любой, а остальные перезадам в другой раз. Второй вопрос дурацкий, сорян, ничего обидного, просто можете в следующий раз задать ну про неважную тему, а вот про важную перебрался в Сербию из России, учитывая последние события немножко страшно за Косово. Можете рассказать небольшое минимум, что надо знать сейчас о Сербии или какие видосы можно посмотреть. Вы знаете, я, возможно, сам что-нибудь сниму, интересная тема, там были очень большие протесты против фактически однопартийного режима Вучича в последнее время и чувствую, что там в политике может ситуация как-то задвигаться, потому что далеко не всем сербам нравится вот тот режим такого сильного автократического лидера в стиле Виктора Орбана, который Вучич там выстроил. интересно, если бы я жил в Сербии, я бы расспрашивал людей, что они на всю эту тему политической ситуации думают. Там демократы проевропейские как-то давно ушли из политики, но у меня ощущение, что созрел в сербском обществе запрос на возврат к нормальности, на нормальную европейскую демократию, на дружеские отношения с Евросоюзом и НАТО. Надеюсь, что мы это увидим. Протесты были большие в последний год, месяцы против Вучича, такие довольно беспрецеденные. Посмотрим, что там будет происходить, может быть, я тоже сниму про это видео. Сергей, спасибо за работу, спасибо за то, что смотрите и поддерживаете. президентская или парламентская республика, что лучше для нестабильных стран, Турция, например, и так далее. Кажется, там правило два срока и все дает постоянное обновление политики. В Турции была и такая и такая. И в оба раза был Эрдоган. Это как раз пример Турции показывает, что нет панацеи. Есть классная устойчивая демократия с президентской республикой, есть с парламентской. Есть примеры захвата власти и узурпации в президентской республике, есть в парламентской, как вот в Венгрии, например. Или в Турции Эрдоган же избрался в парламентской системе премьером. Вот, поэтому не надо искать панацею, нужно разделение и баланс властей. Вот мы об этом много пишем с Федором Крашенинниковым в нашей новой работе о будущем, видении будущего России, которую мы скоро опубликуем. А, советская обиженка. Удалось ли вам за последний год как-то пообщаться с Евгением Ройзманом, поубеждать его уехать, хоть в отношении него некое затище, но беспокоюсь. Я про общение не буду раскрывать, а вот про убеждать. Ну, смотрите, Евгений взрослый человек, он сам знает, что ему делать. Вот, я так понимаю, его принципиальная позиция, что это его страна, он не видит себя в эмиграции. Ну, жаль, риски высокие. Я считал, что ему надо бы уехать, но он сам лучше знает, что ему делать. М, Экс, М, С, Р, В, одни согласны. Правильно я так понимаю? Просто спрашивай я. Планируются ли еще дебаты по какой-нибудь концептуальной теме? Очень не хватает глубокой дискуссии по сущностным вопросам. По большей части политический контент в сети переполнен обсасыванием сиюминутной новостной повестки. Вот я, как раз, стараюсь из этого выводить вас, и поэтому подписывайтесь на канал. Я был бы рад дебатам, но как-то тут, видите, либо все согласны, либо все отказываются. Например, ряд людей, журналистов, ведущих каналов предлагали дебаты Ходорковскому со мной по поводу, я не знаю чего, смены власти вооруженным путем, президентских выборов и прочего. Отказывается его команда, спрашивайте их, пусть Ходорковский со мной подебатирует. я совершенно за, да, но они, типа, говорят, Милов там слишком мелкий, мы там слишком крупные, да, примерно так. Пишите им, я был бы готов в дружеском ключе подебатировать с Ходорковским, например. Enjoy те. Огромное спасибо за циклы 90-х и 2000-х, ждем продолжения, спасибо, что смотрите, будет. Вопросы серии подумаем об этом ближе к делу. Лично вам просто ли будет принять решение о возвращении в Россию, как только там вся тьма рассеется в отношении детей, привыкли к школе хорошей, завели друзей, в России явно будет какой-то смутный период и так далее. Ну, вы меня знаете давно, если не давно, то изучите, ну, вы вот что думаете, что я все вот это делаю для того, чтобы когда будет возможность вернуться и что-то в России поменять, я скажу, нет, вы знаете, у меня тут ребенок в школе, там, что-то вот я как-то тут прирос жопой, значит, там, ну, серьезно, после всего, да, мне кажется, это вопрос такой риторический совсем, конечно, как только будет возможность попробовать построить нормальную страну, я, конечно же, вернусь. Свирепая варежка, свирепая варежка, а у нас она, по-моему, была в конкурсе, да, Ников, раньше. как вы относитесь к тезису о том, что послевоенный распад России произойдет потому, что никто из регионов не захочет нести бремя репарации, будет стремиться к отмежеванию, да не произойдет никакого распада, репарации, понимаете, никто не спрашивает, никто не спрашивает, хотите вы платить репарации или нет, это вот выдуманная тема, такого вопроса нет, репарации платить придется, если не будете платить, будете сидеть под санкциями всю жизнь, и вас еще и снимут принудительно с ваших иностранных счетов, там, деньги, да, поэтому репарации, нет дискуссии о репарациях, ее нет, их придется платить, да, вот, а распада не произойдет, потому что подавляю, я снимал об этом видео, да, подавляющая часть территории и населения, это русские по национальности, они не хотят отделяться друг от друга, Челябинская область от Свердловской отделяться не хочет, у нас уже был опыт в начале 90-х, когда регионы начали барьеры между собой строить, людям это очень не понравилось, это в том числе вот пошло в копилку путинской риторики, что я там вот собрал страну там из кусочков, ну, он врет, конечно, да, но межрегиональные барьеры россиянам в начале 90-х не понравились, они не понравятся и сейчас, это неестественно, естественно барьеры снимать, вот посмотрите на Евросоюз, да, вот, поэтому не будет никакого распада, ну, хватит придумать, но я уже объяснял, посмотрите мое видео, если вы не видели, Даниэль, хотя там вместо а, буква 4 цифра, спасибо большое за вашу работу, вы мега-тинг-тэнк, большое спасибо, что смотрите, поддерживаете, последние части цикла лихие двухтысячные, вы назвали Андрея Мовчана мудаком, которым давали много эфиров, расскажите, пожалуйста, почему так считаете, он достаточно популярен на ютубе, не создает впечатление мудака, ну, смотрите, тут же надо вот институт репутации, да, и биографию смотреть, то есть Андрей Мовчан работал директором Ренессанс-Капитала до кризиса 2008 года, когда он там все прогорело, его оттуда выгнали в январе 2009, после этого он почему-то начал изображать у себя большого эксперта, я не знаю, по прогоранию инвестиционных банков там или чего, да, вот, и он не глупый человек, но он всю свою неглупость использует просто, ну, вот совсем не туда, то есть, ну, например, мне приносят там, типа, значит, вот его какую-то там цитату последнего времени, вот, теракты 11 сентября в США, погибли 400 тысяч людей, а вот плохие люди убили 4 тысячи людей, а вот за это хорошие люди убили несколько сот тысяч людей, это, по-моему, в Ираке и в Афганистане, да, ну, серьезно, что ли? Ну, то есть, надо было Талибан с Бен Ладном оставить в Афганистане, чтобы они еще сделали 10 таких, значит, херней, да, ну, как, вот, как серьезно это можно воспринимать, или вот Мовчан, я конкретно его назвал мудаком, почему? Потому что он докопался, тогда вот, когда была президентская кампания Навального, его раздула пресса как главного критика, и он говорил, вот, если реализовать программу Навального, будет инфляция, но вот Навального не выбрали, не реализовали его программу, а инфляция все равно есть, понимаете, вот Навальный предлагал во время ковида, как все западные правительства выделить деньги из Фонда национального благосостояния на поддержку экономики россиян, а Мовчан говорил, что будет инфляция, нельзя этого делать, Навальный популист, деньги из ФНБ не выделили, никого не поддержали, а инфляция все равно есть, вот, понимаете, что по этому поводу думает товарищ Мовчан, вот, эта ситуация, это она иллюстрация того, что когда человек вот из собственной вредности, будучи неглупым, он начинает вот цепляться к чему-то, а вот Навальный популист, да, при этом его мотив это глупость, потому что вот он говорит, будет инфляция, так она все равно была, она все равно у нас высокая, при том, что никакого Навального с его программой не допустили, а если был Навальный президентом, был бы мир, не было никакой войны, не было никаких санкций, в ковид была бы все равно инфляция, но поддержали бы хотя бы экономику и население, ну если в комплексе посмотреть, возникает вопрос, что ты, мовчан, доебался до инфляции, у тебя инфляция все равно высокая, ничего из того правильного, что сделал Навальный, ему сделать не дали, но инфляция все равно высокая, не хочешь ли ты, товарищ мовчан, пойти повиниться, я был дурак, что многих убедил не поддерживать Навального, потому что будет инфляция, потому что инфляция все равно была, а если был Навальный президентом, мы бы жили вообще в другом мире просто, понимаете, но он доебался до инфляции, засрал многим мозги, и это в том числе помогло снизить рейтинг Навального, вот почему я его называю мудаком, а как его еще здесь называть, да, нон-далет, я вот это позерство не люблю, да, когда вы вместо комплексной ситуации во всей ее сложности начинаете докапываться до чего-то, да, и в итоге получается хуже, вот я об этом рассказывал в цикле про 2000-е, вы людей дезориентируете, создаете у них ощущение, что все плохо, и Путин плохо, и Навальный плохо, а надо было Навального поддерживать, представьте только, как все было бы по-другому, если бы Навальный выиграл президентские выборы, и Мовчан против него не квакал, а он да, внес большую лепту, потому что среди продвинутых людей, которые вот смотрят Ютуб, вот известный вроде экономист, да, сложилось такое впечатление, что с Навальным что-то не так, а теперь-то вы понимаете, какая-то была ерунда, ну была бы даже инфляция, но она все равно есть, зато если бы Навальный выиграл президентские выборы, было бы все вообще по-другому, вот это вот пример, как вы за деревьями не можете разглядеть леса, и всем другим еще засираете мозги, поэтому вот это я называю, это входит в мое определение мудака, вот, поэтому вы хотели развернутую историю, вот она пожалуйста вам, но до лет мне довелось слышать, что друг это тот, кто выстрелит в себя, а тебя оставят живых, если в его окажется в руке пистолет, без третьего варианта на выбор, ну это такая, гипотетически, таких выборов не бывает, кто по вашему мнению настоящий друг, какие качества вам важны в дружбе, рекомендую посмотреть мини-сериал братья по оружию на тему войны истинного товарища, то если еще не видели, если время будет, нет временно сериала сейчас, такой долгий философский вопрос про дружбу, ну первое, вам должно быть интересно вместе, то есть вот, если вас ничего не объединяет во взглядах на этот мир, ну вы вряд ли и дружить-то станете, да, второе, вот это такой момент предательства, то есть вы должны доверять человеку, что он не совершит у вас что-то за спиной, там против вас или что-то такое, да, вот, это если вкратце, ну это большая такая долгая тема, и второй вопрос от пользователя с одними согласными, МХМ СТРВ, но мне вот тут пишут, как говорил Леонид Ильич Брежнев, мне тут подсказывают, что это вопрос с прошлого раза, который не дошел, и он был тогда один, я отвечу на него, это последний вопрос на сегодня, почему в США так цепляются за эту закостенелую двухпартийную систему, вроде бы спектр общественных настроений уже давно созрел, или кто бы новый не появился, все равно подавляющее большинство будет голосовать за республиканцев и демократов просто по инерции, не смотрите, здесь есть вот какой момент, нет, там были третьи кандидаты, там просто отчасти эта проблема связана с тем, что в США очень федералистская система, то есть там решают многие вопросы штаты, и вы, грубо говоря, не можете выдвинуться там, как партия, выдвигать кандидат на президентских выборах, если вы не допущены к выборам на территории большей части штатов, и вот там, кроме двух крупных партий, там есть две другие партии, которые участвуют в выборах, это либертарианцы и зеленые, и вот у них есть эта регистрация, в подавляющей части штатов, то есть они, там, если вы посмотрите последние вот президентские выборы, вы всегда увидите, что там, кроме республиканцев и демократов, еще вот мелкие проценты набирают либертарианцы и зеленые, а это партия не популярная в штатах, но, тем не менее, вот они вот с упорством, достойными лучшего применения, выдвигают все время своих кандидатов. Так вот, в чем там проблема? Было много попыток создать третью партию, да, в чем там проблема? Что многие политики и вот активисты, они, зная, насколько это большой барьер, они не хотят вот пытаться участвовать в третьей партии, потому что нет гарантии, что вы пойдете на выборы, и вынуждены идут в праймерис демократов и в праймерис республиканцев, потому что если там на структуру посмотреть, то видно, что очень большой разлет по взглядам, то есть у демократов кандидат на праймерис от такого галтелого коммунизма времен 60-х, 70-х годов до такой вполне себе центристской про-бизнес такой вот какой-то линии и так далее, то есть разлет очень большой. И у республиканцев довольно большой разлет, просто они знают, ну понимаете, вот вы политик, вы хотите какого-то политического лифта, хотите на выборах что-то добиться. Вот у вас два пути. Идти сложным путем, искать союзников общенациональных, искать кучу денег, пытаться зарегистрировать свою партию и своего кандидата, зная, что шансы маленькие, очень сложная бюрократическая процедура. Или вот у вас есть две готовые отлаженные партийные машины, идти туда на праймерис и пытаться либо самому выиграть, либо получить какое-то влияние. Если у вас большое число сторонников, вы диктуете какие-то свои условия победителю праймерис Байдену, чтобы он вас берет вице-президентом или министром будущий кабинет и как-то заключает с вами соглашение о поддержке, вы как-то вот это расторговываете. Вот у вас два пути. Один сложный, дорогой, без гарантии регистрирует новое, второе встроиться в действующее, пойти вот на праймерис. Ну, конечно, большинство выбирает второе, такой путь наименьшего сопротивления. Из-за этого страдает партийная система от недостатка гибкости. Ну, то есть, если бы вот в Европе, почему это проще? Там, даже в федералистских странах, там нету вот этой системы, когда штаты решают все, и надо в 50 штатах на огромной территории, там, с населением 300 с лишним миллионов человек, вот, понарегистрировать там всего, да, вот. Поэтому в Европе проще с этим партийным строительством, там и партийная система гибчевая. Вот в Америке есть вот эта вот сложность, наверное, корни ее лежат вот в этом их конституционном федерализме, у которого тоже есть свои преимущества, мы об этом как-то отдельно поговорим, все, мы уже почти 4 часа в эфире, давно таких длинных стримов не было, ну, дофига вопросов вы задаете, но огромное вам спасибо за поддержку, постарался рассказать все, ответить на все, не обижайтесь, если что не так, извините за мой там голос и сопли, но более-менее со мной все в порядке, просто вот я сейчас не гожусь для таких лакированных эфиров, да, но тем не менее, вроде как вытянул, и спасибо, что терпели, спасибо вам всем за поддержку, мы скоро увидимся, ждите новых интересных видео, и примерно через месяц мы здесь с вами встретимся и поболтаем на моем канале еще. Субтитры создавал DimaTorzok